здравствуйте всем напишите пожалуйста как видно слышно немножко опоздал по техническим причинам надеюсь насляться не прервется друзья ставим лайки как всегда так давайте друзья сразу вопросы не будем тянуть время так люди увеличиваются кто подключается сразу лайкайте я хочу сказать с балашовым на следующей неделе по плану во всяком случае что думаете про 9 травня а что думать если вы про прогнозы какие-то гадости от путина то вы знаете что такие прогнозы делать это дело неблагодарное у нас нет времени как понимать да у нас нет времени на раскачку больше я говорю о том что многие люди судя по комментариям опять таки да вообще по разговорам многие люди все таки думаю что то потом политический процесс то вот сейчас война не время посмотрите что делают чиновники в очередной раз вас призываю частности на своем телеграм-канале то что выложил шуляк застройщиками за 8000 гривен будет делать какое-то там шоу рассказывать как отстраивать украину это же просто кошмар да фастовский район привет поэтому нужно делать репосты все время распространять информацию потому что если вы думаете что ничего не происходит за кулисами то я вам очередной раз говорю что происходит еще как происходит если вертался до вас кто из журналистов чем идейных осип что до спильного эфира обо интервью все кто медийные обращались я обо всем писал журналистов украине как показала жизнь них просто нет про black rock это разве что комедийный ролик нужно делать наши люди думают что black rock это какая-то ну теория заговора очередная не хочу углубляться даже в это ну просто не серьезно давайте о серьезных вещах денис вы на прошлом стриме сказали что дорожный сбор распил денег нельзя ли сделать прозрачное чтобы сбор остался в цене топлива и не нужно было заморачиваться с покупкой наклеек нет можно вот сейчас все прозрачно наслаждайтесь понимаете мои предложения это всего лишь мои предложения но важное что хочу другое сказать многие люди начали там тоже писать комментариях денис а как же вот давайте вот мы послушали давайте как внедрять вот как внедрять влась нужно брать в любом случае это почему оси бастерович им поговорил почему и с дородичом поговорим с другими людьми буду разговаривать час идеальный момент и опять же это относится к обложке стрима нет времени не ругаться нет времени вот там найти чем поговорил будем говорить о последнем разговоре потому что собаки моего куча можно обсудили Мы с Доротичем в чем-то сходимся, в чем-то мы не сходимся, наши взгляды в чем-то. Например, вот он считает, что нет смысла, что пять человек заходило в Верховную Раду, потому что ничего не сделают, их купят. Но тогда, на мой взгляд, я считаю, не нужно заводить тех людей, в которых есть риски. Не стоит начинать никакие политические дела с людьми, в которых ты не уверен. А второе, категорически не согласны, что пять человек ничего не сделают, задача туда зайти, декларировать правильные вещи, подавать правильные законопроекты. Если тебе начнут угрожать, значит, нужно публично говорить, вот эти и вот эти мне угрожают. А не так, как Богдан рассказывал, что там Кличко, столько-то взятку или там угрозы. И подавай в соответствующие органы, зачем ты с этого делаешь шоу? Так Украина все время и прожила. Поэтому я категорически сторонник не ждать, что общество созреет. Если это правильно, нужно это брать и делать. Моя такая точка зрения. Так вы говорили против взятия власти. Когда я мог такое говорить, против взятия власти? Да, я видел заявление Резникова о контрнаступлении. Он сказал, что у общества завышенное ожидание, но эти завышенные ожидания ему привили под оляки компания. Когда у вас выходит... А потом видели, что зам Резникова сказал? Что Россия будет в шоке от того, какое будет наступление и где она будет. Я к этому отношусь сейчас так, что это заявление не для нас, а для России. Потому что если это заявление для нас, то это уже просто абсурд полнейший. Это знаете что? Относитесь к этому как вот к Пригожину. Вот Пригожин делает шоу. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Это все шоу. Это видите как? А сегодня уже появились и боеприпасы, и уже и Кадыров туда своих этот Ахмат направляют. Вот вам и все шоу. А люди, многие на это купились. Не верьте в такие вещи. Понятно, что там раздрай и среди ФСБшников, разной группировки, и среди всех. Но не стоит это как-то, вот как наши там уже опять же начали радоваться, что все, там Россия распадается. Да нет, это процесс гораздо более сложный. Трээ робыты як зэ объеднание протестного электорату з Ютубу на Тателеграм. Пишет человек. Денис, как вы относитесь к конфедерации славянских? Это бредятина все. Конфедерации славянских народов это бред. Что не так с BlackRock? На мой взгляд все так. А по мнению сторонников теории заговора, что-то не так. Да, Дмитрий, спасибо. Микрофон пишет отодвинуть. Сейчас слышно, друзья? Да, теперь слышно. Да, полез в настройки сейчас. Чуть подправляю. Так, пишут плохо, она слышно. Кому-то плохо разве слышно? Так, значит, давайте по вопросам, потому что мы сейчас на звук сбились. Опять хуже стало, пишут. Да не поймешь. Денис, что скажете про Виктора Вацко? Не хочу. Ну, не тем аж спор сейчас. Больше года война, а наш народ все еще верит в глупости, наивный, как мужик в пустыне. Да, есть такое, есть такое. Но сейчас мы про народ поговорим. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста. Давайте про народ. Понимаете, когда я говорю, что там украинцы неправильно голосовали, да, это правда. Но вообще, в принципе, есть общие проблемы у всех людей вообще на планете. И просто у нас чуть больше люди специфические в силу того, что у нас был коммунизм, который является первопричиной всех наших бед. Вот только и всего. Поэтому, когда я возмущаюсь на людей, я не говорю, что украинцы какие-то не такие. Я всего лишь говорю, что с современными средствами информации, передачи информации, нужно как-то быть живее. И если вам уже на блюдечке информацию, я не про вас присутствующих, я вообще, в принципе, про людей. Если вам уже на блюдечке преподнесли информацию, не надо, вот как сейчас парень, а вот можно все-таки акциз, чтобы был в цене бензина, но прозрачно. Так сейчас тоже все прозрачно. Вам автодор покажет любые отчеты и скажет, что никакого распила нет. Нет, суть надо понять, что нельзя чиновнику давать руками залезать в корзину и говорить, что вот это я сюда распределю, а вот это я сюда распределю, а вот это я сюда распределю. Нет. Что скажете про заяву Резникова про можливость взятия Крыма невоенным шляхом? Я Резникова всерьез не воспринимаю, поэтому я понимаю, что вы обязаны читать, это министр обороны, но я не считаю нужным даже это комментируем. Я же говорю, я пока не до конца понимаю, делаются эти заявы для нас или для россиян, так как, я же говорю, по аналогии шоу про Пригожиным. Но это несерьезные люди, они не отвечают за то, что они говорят. Не сгоден с Доротичем, что общество не готовит до ваших программ, общество просто не понимает ничего, требует пояснивать, вы робите цены работы. Дякую. Да, требует пояснивать, шо я делаю. Важно очень понять, я сейчас обращаюсь к людям, которые, допустим, там слабо понимают с экономикой или как это все устроено. Вся суть в том, еще раз подчеркиваю, что просто государство и чиновника отодвинуть их лапы от наших денег и от нашей жизни. У государства 4-5 функций с него достаточно. Резников, человек, Ермака, и тут все ясно, я согласен. Я не говорю сейчас брать власть, я же не к перевороту призываю. Зеленский должен закончить войну на посту президента, дальше начался должен предвыборный процесс, и классы должны прийти кардинально другие люди. И все. И когда вы сейчас наивно думаете, что нужно заниматься только войной, не думать о политическом процессе, то уже идут тусовки и тасовки, какими будут следующие партии и кто зайдет. И все волонтеры крупные, это все будущее политики. Вы должны тоже это понимать. Как бы они там на камеру детей не сажали, что ребенок 20 гривен принес, это все показуха. Противная показуха для меня абсолютно неприемлемая. Что скажешь про Комарова, Дмитра? Если честно, не ожидал, резников стирку и заказал. Комарова, очевидно, человек, как и 95% медийщиков, это все медиа эскорт. Им надо с кем-то дружить. Надо дружить. Понятно, что Комарова оппозиционер или у Комарова есть какие-то идеи, он журналист. Он считает, сейчас я покажу Зеленского и всю власть в хорошем свете, и сниму материал про них, и всегда буду рядом, меня всегда будут звать. А потом кто-то станет пресс-эташе президентом новым и так далее. Это так все и работает. А кто там у нас такой нормальный, лояльный парень с аудиторией? Вот этот. Так мы бы в партию, может, запишем. Может, Комаров будет следующим народным депутатом. Друзья, это именно так и работает. Понимаете? Я президентского так бегло посмотрел. Ну, это все... Для меня все понятно. В эфире с Доротичем не зрозумило его пропозиции про державные предприемства. Все инши нормы. А я ему сразу сказал, что это, ну, с моей точки зрения, неправильно. Я же борюсь с тем, чтобы не было госпредприятий. И в этом вся суть. Если вы дадите чиновнику возможность строить заводы, то распил начнется на этапе просто проектирования. Вот только проект заказать, это уже будет распил, поверьте мне. Первый подрядчик тут же будет распил. Поэтому этой истории не должно быть просто-напросто в принципе. А страшно от комментариев у Комарова. О, я тоже зашел, почитал. Да, это дичь. Это ужас. Про Турцию спрашивают, кто выиграет выборы. Да, в контексте Украины это вплины. Кто выиграет, я не знаю. И главное, я не могу даже вам сказать, кто там кращий, с кого. Но я могу сказать вам другое. Давайте, по крайней мере, моя аудитория, давайте смиримся, свыкнемся с мыслью, что каждый президент другого государства должен что-то только своим избирателям вообще. Нет, не так, своим согражданам. Потому что, допустим, выиграет Эрдоган или выиграл Назделенский. Назделенский же президент тех, кто выбрал Порошенко, кто голосовал за Порошенко. Так и в тех странах. Он ответственен перед своим народом. Никто Украине ничего не должен. И Турция ничего не должна. И каждый президент будет действовать исключительно в интересах своего народа. Понимаете? Некоторые делают исключение. Вот Зеленского кинул и Путин. Зеленского же и Эрдоган кинул в какой-то степени. И Лукашенко кинул, потому что они были друзьями, а потом все переигралось. И Эрдоган кинул, когда Зеленский рассказывал, что он не мог портить отношения с Эрдоганом, поэтому сдал операцию Вагнергейт. Но Эрдоган же не продал нам оружие. А США обращалась, сегодня же появилась эта информация. Что США обращалась к Турции, я вот точно не помню, по-моему про ПВО, да? Вот это вот С-300 или С-400, напишите, как правильно называется. Это ПВО же вроде. Чтобы они дали, Турция дала США на изучение это. А потом, чтобы продала Украине. Турция отказалась. Почему Турция отказалась? Потому что Турция сидит одной пятой точкой на двух стульях. И лавирует вот так вот в интересах Турции. Вот и все. С-400. Да, спасибо, спасибо. Денис, за сколько лет можно построить ВПК? ВПК можно построить за один год. Политическая воля президента, который принимает решение, что все должно быть приватизировано, в том числе оборонно-промышленный комплекс. И выставляется Украинбаронпром на продажу. И год это вот так, чтобы провести приватизацию. Выше крыши. И все. А потом вы просто говорите Илону Маску и всем остальным. Делайте условия, что заходите у нас, стройте. Огромный госзаказ. И в принципе хорошее логистическое расположение. На здоровье. Есть люди, которые способны это делать. Географическое расположение правильное. У Украины есть все для этого. Привет в Турции. Вижу это своими глазами, вот пишет человек. Как вы считаете, транспорт в обл-центрах должен быть коммунальным или частным? Транспорт должен быть частным везде, абсолютно. Если в каком-то небольшом населенном пункте нет предпринимателя финансового, который это потянет, не переживайте, найдется соседнего более крупного областного центра, кто под себя это возьмет. Денис, если я купил сертификат для перепродажи и партия товара, но не смог продать и оставил этот товар себе, получается купил, не заплатив налог, не будет ли такой схемой злоупотреблять? Там есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первый вариант решения это подача отчетности какой-то элементарной, ну в Америке это так работает. Элементарной, понятно элементарной. И второй вариант, если это технически возможно, мне сказали, что это возможно, просто транзакция будет отмечаться. То есть будет видно по цепочке, что у вас этот товар остался. Вот и все. Если это товар на миллион долларов, ну там короче есть разные нюансы. Эта тема очень такая подробная для отдельного видео или стрима. Ну стрима вряд ли, видео. Добрый вечер. Чи есть сенсы использовать ту же самую популистичную модель предвыборчей кампании, как и весь теперешний политический скот для того, чтобы полуслепие украинцы проголосовали? Есть такая теория, что нужно идти обманывать людей, а потом приходить делать совершенно другие вещи, но я в это не верю и никогда таким заниматься не буду. Денис, добрый день. Константин Бедовой говорит, что сейчас вокруг вашей идеи много проходимцев всплывет. Как насчет таковых? Как их не допустить? Ну полагайтесь на меня в этом случае. Как понять, как их не допустить? Я же не могу вам ничего прогарантировать. И вы жидите меня, слышите мои взгляды. Как я могу проходимцев допустить? Вот как это просто, я не понимаю. Если бы я создал партию, и кто-то сказал, что в партию могут попасть проходимцы, я бы это понял, потому что это серьезный процесс. Ну такое очень даже возможно, агентов разных там внедрять бы пытались. Но когда это все на этапе идеи, сложно это представляю. Спасибо, новые спонсоры присоединяются. Спасибо большое. Фразы нашего президента. Ну я понял, это все старое. Питание про Ющенко. Вы серьезно? Сколько можно про минуло, а можно про майбутнє? Хорошее замечание. На вашу думку, який серьезный, а, який великий минус есть в США, а что вам в США не подобается? Что большой госапарат, много государства. В каком смысле? Забюрократизированные процессы. Очень много, я же вам говорю, в Украине есть те вещи, которые в США еще не могут появиться, потому что это махина забюрократизированная. И такие вещи воплотить в Украине это вот так при желании, а в США это процесс на годы просто. Это абсолютно везде и всего касается. Но это страна абсолютного капитализма, я подчеркиваю. И хоть леваки и здесь наступают, но это точно капитализм. Друзья, про лайки не забываем. Скільки спонсорів? Уже за тысячу перевалили. Вот надо перед стримом, видимо, всегда смотреть, заходить. Позавчера за тысячу переваливали или вчера? Тысяча десять, кажется. Про BlackRock. Комментариев не будет. Подписали договор с инвестиционной компанией, условно говоря. Что комментировать? Подписали и хорошо. Нечего там комментировать. Никто вас на органы не продаст. Слышал вброс в Твиттере о том, что спецоперация Вагнергейт является террористической, аргументируя это тем, что посадка гражданского самолета является террористической. Но это все чепуха. Это уже не знают, как отбеливать. Я вам могу сказать по-червинскому. Даже мои подписчики в Фейсбуке, я начал в ленте видеть, начали распространять, тиражировать такую дурость какую-то. Как этот микрофон поставить, чтобы удобно и слышно было? Начали тиражировать дурость, что Червинский, СБУшником был, обелечивал бизнес. А я пишу, так дайте хоть один факт, где он обелетил бизнес. Какие-то скандалы, никакого ответа нет. То есть просто с офиса президента пошла команда. А там же всегда какой расчет? Сначала лидеры общественного мнения это вкидывают, а далее это все репостят просто люди, которые даже не понимают, что они делают. Денис, почему так много леваков в наше время? Потому что благодаря капиталистам они имеют возможность щипать и как бы уже почувствовали в себе силу. Плюс Сорос работает, который по сути финансирует все вот эти вот левые безобразия, назовем это так. Да, Влад Клюшин, спасибо. Так вы же говорили, что BlackRock это бред. Да, теория заговора про BlackRock это бред. Я и сейчас вам это говорю. Очень много, вот сегодня тоже там, сейчас я постараюсь вспомнить, какой-то был эпизод. А, парень смотрел мое видео, говорит, а почему вы говорите, что цель демократов уничтожить Америку? Говорю, дайте там тайм-код, где я такое сказал. Присылает парень тайм-код, где я говорю, что если демократы победят, они и дальше будут там типа издеваться над Америкой, что-то в таком духе. Слова цель вообще не было, потому что если бы я сказал, что это цель, то я бы сказал, что это предумышленно делается. Нет, демократы предумышленно Америку не разрушают. Но их идеология такова, что это пагубно влияет на Америку и на весь мир. Все. Вот так легко очень все перекрутить, вот на маленьком примере. И такого просто миллион. Есть люди, которые пытаются найти черную кошку в темной комнате, которой там нет. Вот, например, сегодня человек уже не знает, как меня зацепить и пишет. А скажите, Денис, а вот вы за Трампа против Байдена. А вы подавались на политическое убежище в демократическом штате, там, где более типа лояльны к этому и больше выдают убежище. Или вы в республиканском подависище, где 20% выдается, и в случае отказа суд вас сразу в эмиграционную тюрьму и депортация на родину. То есть по верхам что-то где-то услышал и думает, я ему сейчас напугаю. Нет, я подавался во Флориде. Я не занимаюсь лицемерием, в отличие от наших политиков. Получается, Блэк Рок дает украине деньги просто так. Я хочу сказать Сергею Малинину и всем, у кого зад вопрос. Я говорю о вещах, действительно сейчас важных для нашей страны. Если вы хотите искать где-то теории заговора, ищите. Я говорю о реальных вещах, которые здесь и сейчас по факту работают против Украины и против украинского народа. Хотите искать где-то что-то по форточкам, ходите ищите. Но только не на моем канале, не на моем стриме. Но неинтересно. Да, Флорида, Республиканский штат, все правильно. Денис, планируете снять жизнь в Майами? Мне часто пишут, но как-то мне просто, знаете, я уже это рассказывал. Там сейчас будет контрнаступление, кто-то в окопе будет погибать, я буду в Майами снимать. Как-то пока просто рука не поворачивается, может позже это будет. Денис, наши люди говорят, что доверяют власти, но при этом, когда убили Маджахеда, сразу на власть подумали. Это вообще отдельная песня. Пишет человек тоже, это к вопросу опять о людям. Вот смотрите, Кузьма, Маджахед, Барна, и кого-то же они еще туда прописали, я уже не помню. Кого-то одного действительно по существу, по-моему, или Гангадзе, или кого. Это называется «Кони-люди, все смешалось». Кому Кузьма мешал? А Барна? Барна это какой-то... Барна это... Вот нету его, не хотел говорить, но вы же знаете, вы видели по яценюку, что этот человек конкретно работал на конкретного человека, на конкретную политическую силу, за деньги занимался тем, чем он занимался. Начинают строить просто уже там таких героев, что все, ну Кузьма... Да никто Кузьму не убивал. Да никто в Кузьме опасность никакую не чувствовал. Кузьма общественным деятелем был. Он вышел пару раз на интервью, сказал то, что все говорят на кухне дома и в то время говорили. Это же были времена Януковича, если я не ошибаюсь. Да, это точно были времена Януковича. Ну к чему эти глупости просто? То есть, когда я вам говорю, где конкретно власть... Про напиток расскажи, который ты пиваешь. Блин, я его так сейчас и не взял. Суть в том этого напитка, что там сахара совсем чуть-чуть, 4 грамма, ну то есть, с бактериями для кишечника, пребиотик одновременно. То есть, это полезный напиток. Название забыл. Они инвестиции активно привлекают, растут как ненормальные. В Америке вообще тренд сейчас везде построено питание, это везде уменьшит сахар. Убрать из вкусного того, что мы все привыкли, что это вредно. Вкусное, вредное и заразное. В плане того, что этого все время хочется. Убрать все вредное и добавить туда полезного. Как всем хочется сладкого газированного напитка. Вкусного, не сладкого, а вкусного. Вот он с минимальным сахаром, очень вкусный. Вы не чувствуете, что там мало сахара. И так во всем. И так во всем. Начиная мороженым, заканчивая чем угодно. Денис, что будет, если выберут Дзе на второй срок? Я могу вам сказать про себя. Я все сделаю, чтобы этого не произошло. В меру моих сил. А что будет, даже не хочу об этом сейчас фантазировать. Я оптимист по натуре. Почему Кличко взял на поруки Труханова? Я думаю, надо сделать отдельное видео на следующей неделе. Потому что тоже очень многие в розовых очках ходят. Мне нечего хорошего вам по этому поводу сказать. Но знаете, что я хочу вам сказать другое? Сейчас, если вы заметили на моем канале, это в тему просто. На моем канале сейчас случилась и у многих просадка по просмотрам. Потеплело в Украине. И Ютуб, это тоже сезоны здесь сказываются. Но это, как я вижу, из объективных причин по своему и по другим каналам. Но в то же время появился конструктив. Одно, другое. Там реформы выпустил. С Себастиновичем по делу поговорил. С Доротичем по делу поговорил. Куча людей, которым пообещал, с которыми в расписании должны быть записи подкаста. Уже следующие люди за этим формируются. Вот он вам, свет в конце тоннеля. Вам рассказывают реальные вещи, что сделает Украину великой страной. И что всех слушающих, ну у некоторых все хорошо, но у большинства не очень хорошо, может вытащить, дать надежду в жизни, на достойную жизнь. Опа, уже не надо. А где же все те, кто... Ой, один негатив. Вот вам позитив. Ну вот вам позитив. Приходите, смотрите. С Себастиновичем 25 тысяч просмотров, с Доротичем 18 или 19. Вот вам и все. Что вы хотели рассказать про грин-карту? Бачу, у вас в назве написано. Да, я просто хотел спросить среди подписчиков. Кто-то участвовал, кто-то выиграл. Участвовали точно, я по телеграм-каналу видел. Кто-то выиграл, мне просто интересно. Может порадуемся за кого-то. До конца войны будут курс доллара держать? Не факт, что получится. Денис, расскажи, пожалуйста, свое мнение. Если контрнаступление не принесет успехов, то что будет дальше с Украиной? Украина была, есть и будет. Это просто вопрос того, насколько война затянется и в каких границах останутся наши территории. Я вам уже говорил, я думаю, что те границы, которые есть сейчас, это максимум того, что мы можем потерять. Россия не способна в ближайший год ничего больше забрать. Уважаемый Денис, кто, по вашему мнению, был лучшим премьером в Украине? Наверное, тоже Ющенко. Он же был премьером, если я не ошибаюсь. Лучший из худших, я это так называю. Денис, почему вы говорили, что Байден не может на выборы пойти с незаконченной войной? Одновременно говорите, война закончится, когда Трамп победит на выборах. Смотрите, с незаконченной войной, это же не подразумевается обязательно, что все, договор подписан, война закончилась. Я имею в виду режим тишины, понимаете, какие-то такие вещи. Такие войны, как это, на мое глубокое убеждение, они не заканчиваются по щелчку пальца. Типа завтра проснулись и уже войны нет. Это очень медленный, противный процесс. Я даже могу вам сказать на примере последнего Майдана, не помню, через сколько это было, и так уже, когда еду на машине, такая погода мерзкая, холодно, зябко. И думаю, когда это уже все закончится? Такое, как не верится, что это когда-то закончится. Вот примерно сейчас по поводу войны у многих такое же ощущение. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста, это важно. Я бы не смешивала життя и просветницкую работу. Людям просто занадтое цикало, что отбывается в житии медийных людей. Это нормальный процесс, и, конечно, людям интересно... Я это, кстати говоря, с пониманием отношусь. Людям интересно знать просто про бытовую, обыденную жизнь того, кто для них вещает. Так же, как людям интересно знать, а что кушает какой-то великий спортсмен или звезда шоу-бизнеса, или кто-то там еще. Это вообще нормально. Или даже политик, как досуг проводит, вообще нормально к этому всему. Еще на вашу думку задумал Арестович Гордон и Фейгин. Зарабатывать бабки, если это можно так назвать, и получить политическое влияние, это же очевидно. Это три кадра, это просто какой-то анекдот. И поверьте, что там душком веет таким ГРУшным. Так, идем дальше. Денис, скажите, пожалуйста, следующий подкаст будет с Гарри Табахом. Я сейчас не буду давать анонсов. Гарри Табах тоже есть в списке с теми, с кем намечено. Денис, а кто-то может, кроме Байдина, пойти от демократов, навязать конкуренцию республиканцам? Ну, я в это не верю, во всяком случае. Частный ВПК, он же тоже будет финансироваться государством, где гарантия, что не будет распила, чтобы не было шила на мыло. Я вам объясняю, что ВПК на 95% это будут западные компании. Я хочу посмотреть на западную компанию, которая, например, на американскую, под которую сделают тендер, и как это будут договариваться? Никогда. Это просто невозможно. И в частный ВПК не финансируется государством. Вы не понимаете, похоже, о чем вы говорите. Государство делает заказы. Да, такое может быть. Но если компанию скрипать, которая вывозит мусор или там еще какие-то коммунальные услуги, типа электриков, или водопроводчиков, слесарей, то это реально. Такую ручную компанию сделать, за сутки ее организовать, условно, с этим, основным капиталом 1000 гривен. Такое, каждый мэр города над этим зарабатывает, все их окружение этим занимается, безусловно. Но ВПК это чуть-чуть другое. Вы не можете Хаймерс за ночь придумать и построить завод. Это серьезные процессы, которые прям видны всему миру. Там невозможно это. Денис, тетя Фессия из Одессы хочет знать, какой твой интерес был на Майдане. Я так не люблю такие дурацкие комментарии. Какой мой интерес был на Майдане? Как и любого нормального гражданина Украины, демократия в его стране, свобода. Вот какой был интерес. Денис, слышал, что Зеленский сказал, что война будет долгой, но априори это полный бред, у нас людей тогда уже не будет просто. Ну, как мы видим, по беспределу по мобилизации, видимо, тоже придется делать видео. Сейчас такие, с каждым днем читаю факты, на голову вообще не налазит никак. Денис, если сегодня вести ЧВК у нас, это изменит ситуацию, это снизит нагрузку на ВСУ, снимай вопрос с доплатами, прочими скандалами, распилами. Разрешение на ЧВК во время войны никто не будет делать. Это после войны возможно делать. Да, по мерчу идеи есть. Какой, на ваше мнение, будет план у Порошенко? Я не хочу говорить, смысл об этом говорить. Зачем мне нужно говорить о плане Порошенко, что там у него в голове? Давайте говорить о том, что в голове и в планах у нас с вами. Мне кажется, это важнее. А иначе вы хотите, чтобы я на уровне бабка на лавке, как вот этот Петров Иванов, и же с ними сидел там. Ну зачем это надо? Я знал, что сегодня про Блэк Рок будут доставать. Да, в курсе. Как вы думаете, уместно ли постоянно радоваться постоянным пожарам ДТП в Рашке все время форсить ТГ-каналы? Это пусть каждый на свое, там, оставить на свой, как бы, выбор. А я могу сказать, что меня больше бесят, я об этом рассказывал, такие вот демотиваторы, мемчики, шапка закидательства. Шапка закидательства всегда плохо заканчивается. Всегда. Хотят шмигаля менять? Уже давно шмигаля хотят менять. Дениса, что скажешь про Ленинда Ройтмана, чи есть с нами связок? Ничего не скажу. Лито прошло, перегляди сменшились. А, прошло. Перегляди сменшились, я сейчас працюю на присоединительной диланции, слухаю вас на гучном связке. Дякую, что слушаете. Да, я же говорю, сезонность тоже присутствует. Я, знаете, за что больше переживаю? Этот момент пройдет. Я потом сделаю, кстати говоря, опрос. Мы должны с вами решить с приходом теплых времен, скажем так. И, я понимаю, людям хочется погулять. Стоит ли меня день стрима или время стрима для того, чтобы всех застать? Но вы же слышали, они обещают на лето опять отключать свет. Вот это вот может действительно повлиять. Денис, что скажете по поводу того, что в обществе набирает оборотов тренд? Раньше была мова, а теперь то, какую музыку вы слушаете, не дай бог вы слушаете российские песни. Это все производное от одной беды. Это политики, которые хотят, а потом, а некоторые отмороженные лидеры общественного мнения, которые уже не знают, как себе набрать подписчиков, репостов и всего остального влияния, скажем так. Начинают разъединять людей даже на этом. Хотят влезть в плейлист каждого, кто что слушает. Это уже предпоследняя стадия. Дальше уже только череп надо мерить, я вам честно говорю. Денис, добрый день, я ваш спонсор. Хорошие вещи говорите. У меня вопрос. Есть информация, что даже после окончания войны выпускаться в Украине не будут? Правда, это не слышал. Это мое предположение, я всегда его озвучиваю, что первые полгода-год они не будут свободно всех выпускать. Они будут постепенно это открывать. Чему свет лопануть в МКТ? Я так понимаю, потому что энергостанции должны ставить на профилактику, это по их объяснениям, и не хватит мощностей. Я не хочу про Ющенко. Правильно написали? Давайте о будущем, о настоящем. Что мы будем сейчас про Ющенко мусолить? Я уже все аргументировал, найдите на предыдущих стримах по тайм-кодам. На всех стримах есть тайм-коды. Так, Денис, нужно, чтобы вы были в Википедии, мы активнее, чем в других каналах. В Гугле популярен заплот после слов, кто это? Да, я знаю, я сделаю это. Я знаю, я знаю это. А кто окажет, что светло будет вымыкат? Так везде уже говорят, кто ответственный за это в Украине. Денис, можно в субботу делать стрим, потому что в воскресенье все гуляют? Да не, я в субботу не работаю, ну, это по вашему времени, вряд ли, вряд ли. Лучше тогда будний день делать. Это все равно выходной. Я не согласен с тем, что в воскресенье все гуляют. Кто-то в субботу гуляет, кто-то и в субботу и в воскресенье. Кто-то вообще ни тогда, ни тогда. Статистика просмотра по подкастам с Себастьяновичем и Доротичем свидетельствует лишь о доле тех, кому действительно интересна тема предпринимательства. Остальные, думаю, с ментальностью наемного. Не согласен, потому что мы не говорим о предпринимательстве с Доротичем и Себастьяновичем. То, что предприниматели это самый производный класс, это и так понятно. Мы говорим о реформах нашей страны. И поскольку предприниматели это самые активные люди и созидательные, естественно, в моем понимании они должны являться началом изменений. И откуда пойдет эта искра для изменений, для объединения людей ради больших идей. Это вы пишете примерно так же, как это без обид. Так же, как кто-то написал, так что твои реформы, не кто-то, а много таких комментариев, чисто пролетарских. Да что там твои реформы только про бизнесменов, где там про простых людей, где там про социалку. Они даже не поняли, что никакой социалки не будет. В том смысле, в котором они привыкли. Да, на медстраховку тебя не хватит, тебе государство доплатит. Монетизировано все. А что там будет тебе свет бесплатно, проезд бесплатно, и там бесплатно, и сям бесплатно, этого не будет. Потому что этого нет и сейчас. Это все развод. Денис Будды, Ермак. Во-первых, не Ермак, а Ермак. Президент наступни 5 роков. Я не хочу об этом говорить. Если президентом станет Ермак, я просто-напросто прекращу навсегда говорить об Украине. Так. Давайте что-то интересное. Шмыгаль, зерно, это неинтересная тема. Не связывайтесь с Балашовым, он любого на дно потянет. Черняк сказал, что он токсичен. Да черняк сам токсичен. Я уж как-то разберусь, с кем мне связываться, а черняк потоксичнее Балашова. Я сказал, что шведский казачок засланный, батя чуть ли не дрался. А кто этот, а кто этот Денис спросил? Ну да. Я знаю, что агенту КГБ русскоязычному гораздо больше верят, чем мне. Разные дурацкие партии, я даже название говорить не буду, чтобы их рекламировать, бесполезно, не пишите мне это. Добрый вечер, день и час нормальный, кто божает кому болеть, то и будет дивиться. Да все так, нам же нужна аудитория. Поставьте лайки, друзья, пожалуйста. Так, значит, к нашим темам сейчас. По поводу эвакуации хочу сказать. Видите, вот эти вот сообщения. Там эвакуация, там типа эвакуация. Я прошу тоже сдержанно к этому относиться, потому что идет информационная сейчас война, и чем ближе контрнаступление или то, что мы называем контрнаступлением, тем больше будет всяких таких вот вещей. Какие-то из них будут правдивыми, какие-то из них будут неправдивыми. Просто призываю быть сдержанней. И еще призываю осторожнее. Знаете, к чему относиться? Не то, чтобы осторожнее. Вот то, что говорит это Верещук. Одни говорят, получайте российский паспорт, вторые говорят, не получайте российский паспорт. Выдели, да, это? Выходит один чиновник типа Верещук, она говорит, не получайте, по-моему, паспорт. Выходит кто-то другой говорит, получайте российский паспорт, ну, в этих оккупированных территориях, чтобы спасти себе жизнь, чтобы не попасть в оккупацию, и в репрессии, короче говоря, чтобы не попасть под репрессивный аппарат. Это вообще верх просто уже... Вот как мобилизация, то, как они ее проводят, так и это. Это вот вам показатель отношения настоящего государства по отношению к гражданинам. Нет никакой единой стратегии. Кто что хочет, то и говорит. Такое ощущение, что об этом может завтра выйти сказать, я не знаю, кто. Завхоз Верховной Рады, кто там... Или повар Верховной Рады, кто там им кушать, готовит, выйдет завтра, скажет про паспорта. Это ненормально. У вас непоганый план по відновленню Украины, но где найти розумных, обизнанных людей в такой к количестве, чтобы изменить старых политиков? Это еще один миф. Многие люди думают, что страшно умные сейчас чиновники, что чиновники, депутаты, это какие-то сверхлюди, просто, не знаю, откуда спустившиеся к нам, и прям надо еще искать в 40-миллионной стране, или даже в 20-ти миллионной, не важно, заменитые старых политиков. Вот прям не найдется пару сотен народных депутатов. Госаппарат должен быть сокращен 10 раз. Прям не найдется в стране 100 тысяч человек, таких, которые понимают, что это работа не для зарабатывания денег, будут получать свои 800 тысяч долларов, быть довольными жизнью. А большинство работы будет автоматизировано, они всего лишь будут администрировать. Даже страшно от таких мыслей. Добрый день, Денис, скажите, будь ласка, какая сумма конкретно потребна на кинцевую мету? Та поэтапно промежна, чи, возможно, ей привезти на какие-то даты, которые будут погоджены с вашим планом? Тобто сумма дата. Нет, сумма дата, идет война, политический процесс не начать, никакой конечной суммы нету. Я вам могу называть 100 миллионов долларов, но мы же говорим о реальных вещах. Мы просто должны с вами делать то, что должны, понимать, что правильно, что неправильно, что есть черным, что есть белым, и постепенно двигаться к своей цели. Не меняя курс вообще. Денис, ты говоришь, что цель создать СМИ, а что дальше? Ведь уже есть бигусы, аналогичные ребята, которые проводят расследования, но система эта не меняет, к сожалению и спасибо. Я вам рассказываю. Бигусы, ребята, это сливные бачки, которые конкурент на конкурента сливают им информацию, озвучивают их и получают иногда от них деньги, в основном они живут за счет грантов. Это не СМИ, это расследователи. И эти расследователи никогда вам не скажут, что вообще-то такие налоги и пошлины никто не в состоянии честно платить. И именно поэтому их не платят, а не потому, что предприниматели такие бармалеи. Они вам скажут, что Гетманцев плохой, а Сидоров будет хороший, наверное. Надо менять Гетманцева. Вот это их решение проблемы, и все. Вот они считают, в этой системе можно привести, или там про закупки какие-то, когда они говорят, или еще чего-то. Вот сейчас там был скандал, когда НАУ, по-моему, или какой университет, хотят на их территории застройку сделать, новостройку построить, и там, короче, прессинг идет со стороны администрации этого университета. Да просто университет государственный, потому там пилятся деньги. Все очень просто. Да, люди идут в руководство зарабатывать огромные деньги, которых они недостойны, потому что их талантов недостаточно, чтобы в рынке открытом заработать эти деньги. Они идут по пути на меньшего сопротивления, без совести, без ничего. Поэтому, жаль, Валентин, вы не понимаете суть вопроса. А СМИ, про которые я говорю, это СМИ, которые будут читать, люди, которые хотят разобраться, где будут рассказываться о причинах проблем, а не о следствии проблем. И заодно это будет как бы средство набора трафика, объединения людей, рекламы этих идей. Мне не цикало, чему ни одна ракета не прилетела по радио. А мне нет, это пролетарские разговоры. Под час полномасштабного вторгнения реально заработать переход на евровалюту в Украине. Не знаю. Антон, вы это точно должны уже знать. Мои реформы не написаны для Зеленского. Хорошо бы, если бы он на всякий случай это посмотрел. Они не написаны для нынешней власти. Они не написаны для прошлой власти. Ведь самое главное, почему я считаю, что нужно всем объединяться. И Себастьяновичу, и Доротичу, и всех, у кого подобные идеи. Мы можем в чем-то отличаться, нравиться, не нравиться друг другу. Но у нас одна задача. Гражданин превыше всего, меньше государства в жизни, убрать причины коррупции, здоровую государственную систему поменять. У тех, кто на той стороне, это и Зеленский, и Порошенко, и Тимошенко, и все они, им нужно побольше государства. Потому что это их корыто, с которого они питаются. Вот и все просто. Так же и здесь, ну, к вашему вопросу. Я могу другое сказать. Всегда почему говорили, что ту реформу экономическую нельзя проводить, и вот ту нельзя проводить. А вот если провалимся, что нам делать? На нас напала огромная страна, одна из самых больших стран в мире, Россия, в которой 150 миллионов населения с ядерным оружием в Украине началась настоящая паника после начала полномасштабного вторжения. И как-то все выжили. Ну, тех, кого убили. Я имею в виду, как-то Украина устояла, украинский народ существует, кто-то даже умудряется найти какие-то там поводы для счастья и радости в такие тяжелые времена, что, скорее всего, правильно. А вот реформа какая-то прям убила бы Украину и украинцев. Это вам просто еще одно оправдание, чтобы ничего не делать. И рассказывать, что госаппарата должно быть больше. Сейчас заметили, даже в такие времена они рассказывают Мазурашу и прочие дятлы, Марченко, министр финансов. Надо бошлины поднять, надо налоги поднять. А вот, чтобы военным платить 30 тысяч надбавки, надо там налоги еще, ты НДС надо увеличить, налоги. Друзья, это нельзя материться в Ютубе. Я даже нет такого культурного слова, которое мог бы вам назвать. Это просто вас ни за что не держат. Вот просто за скот какой-то. К скоту лучше относятся. Но самое главное, знаете, почему они могут это говорить? Потому что они знают, что 80% населения экономически, финансово неграмотными и слабо понимают вообще о чем речь. Вот и все, собственно. Постоянно идут ссылки на Доротича. Я хочу вам сказать, у Доротича в партии, он лидер и глава организации, не партии, а организации САИФОП. Там есть еще как бы люди, которые, наверное, его замы или как-то. И вот они там добавляются в друзья. И что я вижу в их лентах? В чем еще одна проблема? Что нужно понять и почему нужно объединяться? Они считают, что вот есть какой-то народный депутат, неважно в какой партии, какая фамилия, который вышел и там говорит, давайте, ребята, я вот протолкну ваши инициативы. О, все, хорошее, давайте. Если будем решать локальную проблему, там, растаможки машин или вот что нам нужно 2% с оборота вместо 5 единого. Это не то. Вот я точно в таких идеях участвовать не буду. Глобальное решение вопроса, проблемы, глобальная цель. А не местечковые вот эти вот. И если мне выйдет завтра какой-то народный депутат солидарности или скажет, Елисеевич, у тебя хорошие идеи, давай я их буду продвигать. Я никогда не буду с ним иметь никаких дел. По той простой причине, потому что ему это для проформы, набора политических вестов, чтобы потом выйти и сказать, видите, я за предпринимателей. Помните меня? Я за предпринимателей выступал. И больше ничего. Это вопрос идеологии. Не может выйти социалист и сказать, о, у Елисеевича хорошая идея. Ну не может этого быть априори. Денис, посмотри, пожалуйста, стрим Гордона на седьмой минуте. Спросили про тебя. Он снова сказал, что не знает, кто это. Посмотрит, если что, сделает интервью. Никогда он со мной не сделал это интервью. Но активистам я благодарен. Там это Курбанова, Петина, журналистка, написала, там он агент России, да что вы это. Понимаете, там надо засудить полстраны. Вот такой уровень журналистики. Она не знает, кто я, что я. Она все агент Кремля. Почему? Потому что я не хвалю, хотя она тоже ругает Зеленского. Не знаю. Опять идет уже отсылка к Трампу. А что ты за Трамп? А вот, понимаете, нужно смотреть на мир шире и на проблемы масштабнее. И главное, отучить себя, что нам кто-то чего-то должен. Нам никто и ничего не должен. Вот вообще, никто и ничего не должен. А послушать наших людей, так наши проблемы должны решать все президенты мира, кроме нашего. И главное, что я хочу сказать про текущую ситуацию. Обратите внимание на Зеленского. Еще раз призываю, потому что, может, многие не слышали. Он сейчас рассказывает в вечерних видеообращениях обо всем, о чем угодно. Ни разу он не сказал, как будем жить. Он всегда говорит, что победа будет, и Крым будет, и все будет. А как жить? Он вам не рассказывает. А мне говорят о негативе. Так пусть президент даст нотку позитива и даст вам свет в конце туннеля. Пусть скажет, ребята, когда закончится война, я вот в течение шести месяцев сделаю реформу. Раз, два, три, четыре. Да, цифры. Вот такие будут налоги. А вот здесь будет вот так вот. А здесь вам облегчим жизнь. А вот здесь вот так. А здесь кредитование. А здесь ипотека. А вот здесь мы НБУ реформируем. Хотя его ликвидировать надо. Но я же понимаю реалистично, о чем я говорю. Реальные вещи. Что вы завтра проснетесь, реально этим воспользуетесь, скажете, блин, мне это легче стало реализоваться. Я стал больше зарабатывать. Понимаете? Здравствуйте, Денис. Предлагал ли вам пятый канал? Затем у вас интервью. Нет, не предлагал. И не предложит. Коронавирус и ця война за изменшение кількости населения Украины и Раши. Ну, все ясно. Вот таким. Сразу выходите. И почему мне говорят, что вот я не задаю вопрос, чтобы не пойти в банк. Ну, конечно, за такой я в банк не отправлю, но это как бы повод для меня. Я не хочу тратить на таких людей время. Это я рассказываю для того, чтобы просто обозначить. Но если есть теория заговора и не надо вникать в конкретные проблемы, вот все, это, все, не надо. Ну, просто не надо здесь присутствовать. Я все равно эту тему не буду поддерживать с вами. Я только что про налоги рассказывал в контексте военных. Михаил Светов, либертарианец, работает на Кремль. Вы 45 раз-то написали, а зачем? Я не знаю, кто это, и знать не хочу. Сколько приблизительно часу может занять перехит на валюту евро, как это можно сделать и швидко, и эффективно? Да, это делается за три месяца. Сколько ежегодно тратилось денег на партию Шарья? Не знаю, не знаю. Я могу сказать в целом, по ощущениям, они не менее трех миллионов долларов потратили. Я думаю, от трех до пяти тогда. Как относитесь к дереву воли Сергея Любарского? Я посмотрел одно видео, мне там кто-то сбросил из подписчиков, типа, как побороть коррупцию. И вот там у него есть пункт, пару пунктов у нас похожи, там у него есть пункт, типа, 10% кто накляузничает, кто взятку, короче говоря, берет взятку, вы дали четкие данные, там арестовали, 10% ваших. Нет, это не то. Вот, вы же видели, у меня таких идей нет и быть не может. Потому что в моей системе невозможно взять эту взятку, там чиновник не решает этот вопрос. За что дать взятку? Если пошлина 10%, единая пошлина, куда давать взятку? Чтобы за 8 растаможить? Ну, это просто алогично. Поэтому там не будет повода для никаких взяток. Где давать взятку? Хочешь построить дом, генплан четкий, четкие 5 или там 10 или 30 требований, я не знаю в строительстве, как это все должно, что у тебя должно быть, чтобы здесь построить. Если, или оно есть, или его нету. И точка. А не 45 лицензий, 35 комиссий. Вон комиссии понастраивали, я рассказывал вам про Турцию, пример, и другие страны. Землетрясения и тяжелые комплексы, шикарные, вот так вот в карточный домик упали. А у них были все решения, разрешения и все лицензии. Так чем они спасают? Смотрел, я уже не хочу строить страну, я не хочу строить страну стукачей и не хочу идти по этому пути очередного стравливания людьми, потому что вот это вот заявление, что где-то взятка, оно дает повод для манипуляции и для наводок, очернения конкурентов. Это нет, 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 нет. Это не та философия, на которой я хотел бы строить Украину. Я хотел бы, чтобы чиновник просто практически ничего не решал. Чтобы его функция сводилась к административным. И я утверждаю, что на сегодняшний день в 90% случаев это можно добиться автоматизации и отодвинуть оттуда людей. И заменить систему с разрешительной на уведомительную. Точка. Любарский предлагает репрессивную систему с полной конфискацией всей семьи, родственников, всех в тюрьму. Я в ужасе от такого. Я тоже. Я не кровожадный. Я против охоты на ведьм. Я каждое видео. У меня все стримы сохранены. Все видео. Вы можете найти и отследить. Я никогда такие вещи не пропагандировал и не буду. Потому что для меня эти реформы это часть моей жизни. Это та боль, которую всю я прошел, делая и живя, и делая бизнес в Украине. Скажем так, кавычках все прелести, вкушая этого. Это моя страна, в которой я прожил 35 лет. А Любарский прожил там последние 35 лет или 30 лет в Америке. Поэтому это все равно, что сейчас будет. Хотя мои реформы, они в принципе для любой страны мира применимы. Это не просто реформа. Это философия жизни, взгляд на мир. Но я это не придумал. Это до меня придумали какие-то очень умные люди. Типа Милза на Фридмана и так далее. Я просто это оформил воедино и перед всеми обозначил, чтобы было понятно, за что я. Для тех, для кого еще не понятно. А развлечение в Ютубе для кого-то, условно говоря, это совсем другое. Я не могу сейчас, у меня есть какие-то представления, но я сейчас не напишу программу реформ для Германии или для Франции. Ну свою могу дать, я же говорю, это универсально. Но так глобально, мне сейчас скажи, а какая проблема в пенсионной системе Германии? Я не знаю. И не буду никакие советы немцам раздавать на этот счет. Или там про Израиль меня спроси. Я вроде интересуюсь, но так, по верхам что-то знаю. Универсальный рецепт везде это двигать леваков. Вот и все. Пишут по витрине тревога. Жаль. Я расстраиваюсь от этого, когда каждый раз читаю. У меня-то еще раньше время. Вижу, начинается ночь или уже 2 часа ночи, начинаются тревоги. Мне всегда это неприятно. Мне, когда я находился в Киеве, легче это было переносить, чем здесь. И со временем это не проходит. Можно ли автоматически установить группу инвалидности? Автоматически вы ее не установите, но если есть ряд диагнозов, которые вам поставлены, то, конечно, да. Если есть ряд диагнозов, вы приходите с письмом, с печатью врача с этим диагнозом, вы, значит, автоматически ее получаете. И тут невозможно на эту систему повлиять. А если кто-то штампует это, то это для компетентных органов, которые я предлагаю в количестве, я про МВД, прокуратуру и СБУ уменьшить, ну, в частности, про МВД, я говорю, уменьшить просто в несколько раз. Оставить намного меньше людей с нормальной зарплатой от 1000 долларов. И все. Звук как нос заложен, ну, не знаю. Если это напишут массово, я что-то с этим буду делать, я не хочу сейчас портить. Что скажете о Шапошникове? Ничего. Партия Шария, согласно отчету, тщательно проверенным властью затратила 20 тысяч долларов. А вы знаете, что в партии Слуга Народа на момент, ну, до войны точно, ни одного официального сотрудника в партии не было. Знаете об этом или нет? Не хотели платить 44% налогов, наверное. Вот вам и весь Зеленский. И не проблема, я тоже не хотел бы платить 44% налогов. И тоже на месте Зеленского, если бы у меня был бизнес такой, как Квартал, тоже вел бы его через кипрские компании. Но если бы я стал президентом, и через 5 дней после инаугурации я бы начал заниматься только этим, чтобы вести бизнес все могли в своей стране. А он, наверное, для себя ответ не знает. А чего это так? Вот где проблема. В этом и разница между моим мышлением и пролетарием. А пролетарий, знаете, что говорит? И вы можете видеть это от парахаботов или вот в целом от комментариев примитивных людей. Они говорят, треба в него все с обшори взобрать. Они офшоры обшоры называют. Треба все с обшори взобрать. Не понимают, о чем говорят. Он плохой, потому что он пользуется офшорами. Вот в этом разница, для кого я работаю и для кого я не работаю. И вы этим людям ничего не объясните от слова совсем. Нет, я не знаю, какая Ольга Яремки. есть опасения, что свободная продажа оружием короткоствольного приведет к ужасным вещам. Нет, у меня таких опасений нет, потому что я очень внимательно изучил мировой опыт. Денис, семья из трех человек работают удаленно, доход около 2000 долларов. В какой стране ЕС можно более-менее жить с такими деньгами? В той же Польше, я хочу вам сказать, что в странах ЕС, если мы не говорим о Германии, допустим, и может быть не о Франции, вопрос не просто страны, а вопрос конкретного региона и конкретного города. Наверное, с этим бюджетом, который у вас, то Польша, Болгария, Венгрия, это более приемлемо. Румыния. Но 2000 для Франции, Италии, это, мне кажется, нет. Или Германии. А, да, друзья, вот там 2700 человек, мало, конечно. Поставьте лайки, пожалуйста, друзья, давайте хоть 2000 лайков наберем. Очень важный аспект и очень важный момент, я хотел бы сказать. Постоянно идут письма с названиями каких-то финансовых пирамид. Денис, а стоит ли туда? Я каждый стрим буду это говорить. Ну, дождитесь, пожалуйста, как бы бизнес-направление на моем канале. Но сейчас я так вижу на фоне того, что депозиты вкладывать невыгодно, недвижимость все боятся покупать, люди, у которых есть там от 10 до 50 тысяч долларов, уже просто в одном шаге, чтобы потерять эти деньги в какие-то финансовые пирамиды. Ну, не делайте этого. Сейчас такое время, что лучше уж кэш сохраните на какой-то месяц или там две недели дождитесь меня, я вас прошу, потому что мне просто будет за вас обидно. Почему так мало лайков? Так и зрителей мало, и просмотров на канале последнюю неделю мало. Я пока ни с чем не могу это связать, кроме как с погодой, резким потеплением и того, что больше контента о конструктиве появилось. Люди хотят трэш просто. Да, лайки не в чате, а под видео пишут. Ну да. Я не верю, что нашим людям можно просто взять и сразу разрешить оружие очень мало сознательного общего. Да не верьте, не верьте. Я уже просто устал рассказывать о том, что преступления не совершаются за регистрированного оружия. Криминал использует оружие ворованное или со спиленным серийным номером. Вы никак не можете этого понять. Вот просто в упор. Если человек хочет совершить преступление, он покупает нелегальное оружие, а легальное регистрирует на себя для самообороны исключительно. Понятно, будут боевые какие-то эти боевые, бытовые прецеденты. Так и сейчас здесь бытовые прецеденты. Напился чудак, порезал всю семью, жену там, это самое. И что? Ножи теперь запретить? Да, пишет мало, потому что погода хорошая. Да. Стрим нужно раньше проводить. Не согласен. Денис, сколько должно быть полицейских в новой Украине? Волошов сказал, что у нас в три раза больше. Да, где-то примерно в три, надо в три, в четыре раза меньше. Я тоже так считаю. Об этом говорит не я или Балашов. Это здравый смысл, глядя на цифры, глядя на бюджеты и на все остальное. Мы не строим полицейское государство. И что-то нас этот огромный аппарат силовиков не спас от войны, правда? И сколько там предателей. Неправда, в Германии очень вполне нормально можно жить за две тысячи в месяц. Плюс, если оформите беженство, то вообще кайф, я ни капли этим не пользовался, работал всегда и сейчас. В каком регионе Германии? Ну, где конкретно? Я не для себя спрашиваю, может, человеку будет полезно. В Германии, то, что я слышал, как и в Америке, чаще всего жилье сдается без мебели и никто эту мебель не вывозит и там вплоть до посудомоечной машины нужно потом покупать. То есть, вы заезжаете, ничего нет, вам нужно все покупать. Аж требуют затрат, поэтому я не особо советую. Есть страны, где можно все... Я думаю, в той же Польше, в не самом большом городе 2000 долларов это очень комфортно будет. Все на уродах пишут. Не о криминале речи, а о том, что очень много учителей в стране, которые при каждом удобном случае недорого и где бы то ни было будут им пользоваться. Нет, этого не будет. Это показал опыт других стран. 2000 долларов МММ Испания или Бельгия, остальное дороже, Нидерланды, Италии, другие страны проще. На Мусари у нас 450 миллиардов гривен тратить. Может быть, да. То есть, даже сегодня это там больше 2 миллиардов долларов, а по тому курсу это было, когда это, допустим, если 450 миллиардов гривен в 2001 году, то это совсем другие деньги. не так, вернее, это сейчас получается, не, 450 вряд ли, не, это много, что-то вы написали, не может такого быть. У нас всего бюджет 40 миллиардов долларов, а то, что вы написали, это тогда, не, 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 что треть бюджета на силовиков, нету такого. Но много. Я сейчас в цифрах не скажу. Почему Украину не возьмут в НАТО? Ну, вот я просто вижу последним тенденциям, что не возьмут. Хотя это была бы идеальная гарантия безопасности, безотносительно того, с какими территориями останется Украина после войны. Если бы в начале войны на руках у граждан было оружие, таких потерь, мне кажется, не было бы. Если бы у нас было разрешено владение оружием, то война, скорее всего, бы не началась. Полномасштабная. Здравствуйте, Денис. Прошлый микрофон по звучанию был лучше. Спасибо за ваш труд с первого видео с вами. Ну, вряд ли. Но спасибо, что смотрите. Я не знаю, где Яценюк. Кто для вас Жан Фреско? Жак Фреско, фантазер. Доброго вечера. У меня выникло наступное вопрос. Как быть в нынешней ситуации с мобилизацией? Я хотел рассмотреть это вопрос с боку квалификованных кадров. На разе их надзвичайно важко знайти. А что далее? С нынешней ситуацией с мобилизацией только медийное давление и кипиш. Вы сейчас других инструментов не найдете. Просто не найдете при всем желании. Здравствуйте. Конгресс запросил у ФБР данные из-за предполагаемой взятки. Да, 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 да. Прошлый раз Демы сняли с себя почтовым голосованием. Думаете, опять будут крутить какую-то схему? Конечно, будут. Пытаться будут точно. Но Трамп уже подготовлен к этому. Денис, я уважно выучил все эти пункты из реформы, которые вы представили. Было бы хорошо, если бы они работали, но еще есть мое сомнение по житию, скептик и реализм. Ну, что ж это делать? Тогда надо жить так, как есть и радоваться. Какие факторы влияют на вступление в НАТО? Факторы это то, каким государством мы являемся, кто президент и наши геополитические перспективы. НАТО не хочет себе геморрой зарабатывать в виде нас. И с одной стороны мы геморрой, а с другой после войны самая опытная армия Европы будем по современным войнам. Поэтому давайте я скажу так, я не верю, что нас в Престолтенберге возьмут в НАТО в ближайшее время. Так, я ценю к банде Гордона, да, но Гордон же не организатор этой банды, он медийное прикрытие. Здравствуйте, Денис, смысл оставаться тогда в Украине, если мы не будем в НАТО? Тревожно будет, что будет повтор. Хорошие гарантии безопасности можно подписать и без НАТО. И можно разместить военные базы американцев или британцев не вступая в НАТО. Ничего этого не запрещают международные никакие права, ничего. Шариф прямо в эфире, я за него рад. Я же не буду сейчас заканчивать свой стрим, чтобы идти к Шарифу. Я его иногда, когда он не попадается в ТикТоке, подтролливаю, что Толя, включи, давай настоящие дебаты проведем, хватит хомячкам там своим что-то рассказывать. боится. Кирилл Тимошенко затихарился. Вы чулы еще? Алексей Кулеба заебован? Нет, не чул. Денис, я заметил, что довольно... Вы когда говорите чулы, вы пишите, кто это озвучивает. потому что когда там... Я не люблю, когда мне пишут есть, как это там, есть версия. Не люблю я такое. Денис, а вы заметите... Денис, я заметил, что довольно немало появилось адекватных людей, которые также хотят изменений в Украине, но они против Трампа. Я такого не заметил. Чаплыга на кого работает? Я думаю, Чаплыга работает на директора сумасшедшего дома. Это ж такие чаплыги про эти блэк-роки и распускают ерунду разную. Он не может ничего сказать дельного, у него нет никаких идей, что предложить, у него противный голос, от которого у меня идет кровь с ушей. Что еще такому человеку говорить? Только разный бред, потому что Украина это страна с зашорханным населением, потому что были коммуняки у нас, есть люди, которые... Это те люди, которые до войны были против вступления в НАТО, это все одни и те же. И сейчас есть даже украиномовники, которые пишут в комментариях, что это социальная Америка хочет нас поработать или что-то там с нами сделать. Вот Чаплыга таких магнетизирует на канал и работает конкретно на эту аудиторию. А я конкретно говорю, подписывайтесь, уходите, мне это не надо. Идем дальше. Есть новости о мерче. Да, значит, мерч будет производиться не в Украине. Я принял такое решение. Это будет делать западный сервис, который хорошо интегрируется с Ютубом, для того, чтобы магазин появился внутри Ютуба. Это было удобно. Он будет дорогим, к сожалению, как бы я ни хотел, потому что не я ценно устанавливаю, а этот сервис. Он будет дорогим, ничего, на самых таких ярых сторонников рассчитан. Я буду на себе это рекламировать, когда запустим. Я же говорю, Чаплыга спрашивает про Чаплыгу президента. Чаплыга будет хорошим президентом дурдома. Вот в этом я не сомневаюсь ни секунды. Про новые стикеры прочитал. Здравствуйте, Денис. За последнее время не наблюдаете ли вы, что таких, как вы, Себастьянович, других становится больше? Это уже перерастает в ощутимую силу. Я пока ощутимость силы не ощущаю. То, что люди начинают просыпаться, да. Я для этого и вышел на Ютуб. Я для этого вышел на Ютуб. Я для этого и Доротичу говорю, что опубликуйте свою программу. Когда человек видит, что есть идеология и за что ты выступаешь, это совсем другой разговор. Это сразу конструктив. Это уже не просто такие, как Шарии, что там без остановки одних критикуют, других критикуют, ничего не предлагая. Или там те же бигусы, или те же миши-ткачи, которые сегодня с одними работают, завтра с другими. Но это все не о конструктиве. Мы это все и так знаем, что одни хапуги, что гнилая страна. Во всяком случае, у меня, у моей аудитории нет сомнений насчет этого. А предложить, а объединить вокруг себя людей, это уже другого уровня задачи. Вот этим я занимаюсь. Ну вот и все. Несмотря на низкие просмотры относительно других моих видео, я и буду продолжать это делать. Да, Резников сказал Комарову, что свою семью тоже вывез за границу, когда началась война, в то время, как людей в Мариуполе не предупредили. Так естественно. Естественно. Доброго дня. Чьи какие-то думки на майбутнє с приводу пили для УБД? Як це бачите? Бо нас буде багато. Я хочу сказать, что это должно быть все монетизировано. Что бы делал я? Это льготная ипотека и все в таком духе. Только в виде конкретных денег. Чеплыга, алкаш. Ну, без сомнений. Денис, правда ли, что сейчас в США даже у бомжей есть огнестрельное оружие? Не видел я у бомжей огнестрельного оружия. Это Чеплыга рассказал? Так. Дорогим понятие относительное сколько стоимость в долларах? Вот я выставлю, а вы посмотрите. Я сейчас не готов. Зарабите фир с Холоденко. Я хочу подкаст записать с Холоденко. У него сейчас тур по Европе. Надеюсь, там будет какое-то окно или уже после тура мы запишем подкаст не о политических темах, а мне интересно вот эти психологические феномены и поведение людей. То, что будет полезно всем послушать и понять, почему в нашем обществе те или иные процессы вот так вот происходят. Так, как они происходят. Как вы думаете, что будут, как Немеччин, антимонопольные податки для бизнеса по региону, например, если у тебя 55% ковидобегу продуктовых магазинов в Черкасской области, то податок 12%. Это все полная туфта. Туфта. Все прогрессивные ставки это туфта. Налог на богатство это туфта. Потому что человек создан для того, чтобы себя самореализовать и наказать его за это, высокими, более высокими процентами. То есть вы наказываете более талантливого, энергичного человека, потому что он больше заработал. Вместо того, чтобы его поощрять. Потому что он же не может сам закрыться в комнате и заработать только для себя. Заработает, он создаст полезный продукт для общества, заработают его больше сотрудники, и всем вокруг будет только хорошо. Поэтому и в Америке налоговая система неправильная, конечно. Но она логичная абсолютно. Она устаревшая, но тут как бы все понятно. Все понятно. А вот это вот все, это такое запутать, там мы столько, там это все надо считать. Зачем? Есть четко, я же дал четкую систему. Нравится Балашова система, я не против. Ну четко и понятно. Вот процент, 10%, у меня в всяком случае, 10% на выведенный капитал. Точка. И налог с продаж, и налог на зарплату. Тоже 10%. А можно быть за вас и смотреть шарика. Я же никому ничего не запрещаю, и каждый из вас волен делать то, что он хочет. Я же говорю, кто-то пудря, я рассказывал вам про эту женщину, которая меня пока чемпион, больше всех удивила. Которая в фейсбуке, как по расписанию, публикует мое видео, Тимошенко, мое Тимошенко. Добрый вечер, когда вы выпустите стрим, где развенчаете главные мифы о Трампе? Значит, стрим это прямой эфир, это то, что сейчас, вы, наверное, имеете в виду видео. Видео будет, но оно будет позже, про Трампа и про все остальное. Денис, когда США займется Китаем всерьез? Ну точно не сейчас. Я думаю, через года 3, наверное. Мало просмотров, так как ваша гэка не раздражает. Я понял. Ну я сразу туда вас в бан отправлю, чтобы вас гэка не мучить. Привет, Исум. У меня киевский акцент. Ничего не сделаешь. Так, привет, Исум. Денис, Исум. Тоже привет. Привет, Денис. Решил после твоей рекламы книги почитать подробнее кто такой Шимон Перес. Пока все, что читаю, выглядит как Ермак при власти в Израиле. Откровенный агент, действующий против Израиля. Я понял. Но мне вас жаль тогда. Адекватная людина шарика дивиться не может, пишут подписчики. Я согласен. Один из феноменов отказ признать, что ошибался в человеке и правда воспринимается как личное оскорбление. Наверное. Сможет ли наша власть развалить страну, если будут продолжать в том же духе? Мне кажется, что все держится на грани и обидно за страну. Сможет ли наша власть развалить? Этерические вопросы. Не смысла. Ликван Ю, а именно способы борьбы с коррупцией, что скажете? Ликван Ю, это прежде всего экономические реформы. А если бы пропосадить дядю, то вы плохо его поняли. Денис, привет. Видел видео в ТикТоке, что самолет Мария, не Мария, а Мрия, разбит, потом поворачивает на 180 и стоит в ангаре другой самолет, похож на Марию. Я говорю, Мрия, а не Мария. Видео не видел. Это ерунда все. Так. Ясно. 720 банков. Стрим идет сейчас 15, а уже происходит то, что мне не нравится. С Леонидом Черновецким было бы интересно посмотреть видео. Точно рано или поздно запишем. Почему до сих пор АПЗЖ действующее и влияет на голосование в регионах? Скорее всего, где-то я на заборе читал, что с Ермаком договорились. Денис, что вы думаете про Безуглу, Третьякову? Я гадаю, они психично хвори. Ну, по их лицу многое можно сказать. Безуглая это человек Ермака, Третьякова, я думаю, работает не на Украину точно. Это на мой взгляд. Денис, посоветуйте, что делать людям, которые потеряли недвижимость, бизнес на войне или остались на оккупированной территории. Кто за это будет отвечать? Спасибо за ответ. Никто не будет за это отвечать. Советов я не могу давать, потому что вы описали, во-первых, две противоположных ситуации. Потерять бизнес и остаться на оккупированной территории это две разных ситуации. Если бы Антонов был частным, этих МРИ уже было 50 построено. Если эта МРИ действительно нужна миру, то, конечно, было бы построено. А то, что нужно приватизировать, так это без сомнений. Нет, канал Чекалкина я не смотрю. Это все с Петиного кармана, с Петра. Меня это не интересует. И я еще раз говорю, у Чекалкина нет никаких предложений, у подобных ему. Критика, да это все хорошо, предложений нет никаких. Вы не знаете, за что Чекалкин выступает. Тогда уж лучше смотреть расследователи, они хотя бы документы, факты показывают, делают это действительно высококачественно. Если хотите еще раз убедиться, какие там хапуги и все остальные. Друзья, попрошу всех подписаться на телеграм-канал, ссылка сверху в закрепленном комментарии. И кто хочет стать спонсором канала, есть лишний доллар в месяц, тоже, пожалуйста. Это все поможет каналу. Да, спасибо, спонсоры новые появились. Денис, распочтный сбир на задаток на выборы президента, это реально забираты, и починати треба уже. Я не занимаюсь аферизмом, я прошу политубежище в США, какие выборы президента, какие сборы. Путин ответит за УСЭД. Хотелось бы, но пока этого не видно. Чи есть сенс добывать высшую освиту в украинских вузах при нынешней системе? Я уверен, что нет. Денис, скажите, ленд-лист так и не заработает, это политический пиар Байдена, залуженный не может повлиять на этот процесс. А что это было, у меня только один комментарий. Когда Маркарова стоит и Байден в честь нее весь Сенат поднимает, что какой она день рождения, давайте поздравим, какая она молодец. И Маркарова, на которой клеймания где ставит, представляет Украину в США, мне просто дурно от этого. Я не смотрю АСИТВ. Он имел в виду, что второй самолет МРИЯ уже стоит готовый, деньги будут на него списывать, я видел это видео, но я не видел. Денис, скажите, есть ли среди людей в Америке или Европе влиятельные личности, которые поддерживают наше движение и готовы как-то помочь? Наверное, есть. Денис, смысл ехать в США и там працевать на трассе? Это спрашиваете, есть ли смысл? Не знаю, решайте сами. Бачили новину, Международный Олимпийский Комитет докладает всех зацель, чтобы повернуть спортсменов из России и Беларуси до змаганий. Заява президента комитета про это заявил МОК Томас Бах. Значит, запомните, Международный Олимпийский Комитет, а следовательно, и локальные в каждой стране Олимпийские комитеты, УЕФА, ФИФА, ФИБА и все остальное это коррупционные, коммунистические, самопровозглашенные организации, где кроме коррупции нет ничего. Это те же самые украинские чиновники, только более-менее приличные люди с каким-то бэкграундом и ничего больше. Те же самые дедушки, которым только подавать дорогие рестораны, за чужой счет поездки по всему миру и взятки. Я знаю, о чем я говорю, очень хорошо. Когда вы видите, что где-то проводится Олимпиада, чемпионат мира по футболу, еще что-нибудь, это никто на каком-то честном открытом конкурсе объективно не выбирает. Это конвертики все. Только, наверное, не конвертики, а фуры, если вы понимаете, о чем я. Посоветуйте, как начать зарабатывать молодежи, возможно, чего начинать. Нет никаких универсальных рецептов. Наработайте или делайте бизнес. Что вы думаете про Миколу Тыщенко, Микола Котлета, чему он зъездит талант на відпочинок? Да уже столько про него. Зайдите в мои видео, посмотрите. Укрдиплом можливо адаптувати в США, але там важлива відвідувань из практика на оцинке. Насколько я знаю, нужно все равно переквалификация, переаттестация. 24 канал Ермак выкупил у Садового. Вы слышали, Денис? Нет, честно говоря, впервые слышу. В двух словах про Маркарову в Гугле можете найти. Денис, что вы думаете насчет социальной службы? Она должна быть. Денис, если зерновая сделка продлится, то доллар будет потихоньку падать, на экспорт будет все идти, валюта заходить к нам в страну. Не влияет это все в нынешних реалиях, потому что нет денег у нас совершенно. Валюта поддерживается только золотовалютных резервов, которые нам наполняют Запад пока. Как только эти дотации закончатся, гривна будет 300-200 курс, 100 минимум. Денис, нужно ли школам быть более автономными, то есть цена за обучение? Автономными, это значит быть независимыми, а вы сейчас говорите про платное образование. Вы, тем более спонсор канала, зайдите, пожалуйста, посмотрите мое видео про реформы. Мне как-то неинтересно начать на вопрос, который раскрыт видео про реформах. Понятно. Или, если я вас не понял, переформулируйте вопрос. Если это Бион Донбасс, что будем с ним делать во всех смыслах? Я не вижу, чтобы это была реальность. И самое главное, я не вижу, что Путин бы, не то, что не вижу, Путин не будет сидеть с ядерным оружием и такой, о, Донбасс вернули, о, Крым вернули. Ну, ладно, ребята, забирайте. Все, я проиграл. Дякую вам, Денис, за вашу днюю. Спасибо, Антон. Денис, кого стоит смотреть, слушать, посоветуйте, пожалуйста. Никого советовать не буду. Я вот делаю подкасты с людьми. Заходите и их слушайте, например. С такой коррупцией, как в Украине, никто из инвесторов не зайдет. Тоже мне обидно. Спонсор канала, а так и не понимаете, что такое коррупция, что такое инвесторы. Жаль. Да, Антон, спасибо. Нас сейчас каждый день статьями кормят, что доллар будет падать, надо вкладывать в депозит. Это вот и есть классический аферизм и заработок на финансово неграмотном населении. Запомните, если вы в Украине понесли на депозит, прощайтесь с деньгами, как минимум. Притом даже не в том, что вас их украдут, вы должны понимать, что инфляция выше, чем доход по депозиту. То есть вы там можете вложить миллион гривен, забрать миллион двести даже, но по соотношению цен вы проиграли. Все подорожает через этот год или через два. Вот и все. Денис, Путин купил ЧМ-18. Я же сказал, конечно, все купили, и Украина купила. Вы еще планируете детальные видео по вашей идее реформ по пунктам? У нас будет на это время. Видео будут, но сейчас идет просадка, я же сказал, по каналу. Это делается, когда чуть-чуть вверх все пойдет опять. У нас починают чисто ритеральные грамоты до в архиву. Всех в очах доллар думка, як його вкрасты. Понял. Так, ясно. Почему бы вам не пообщаться с подписчиками за плату? Я могу сказать другие идеи. Отвечая на вопрос, почему нет еще закрытого контента, почему нет бизнес-контента в поисках нужного формата, точно в июне я проведу на другой площадке бизнес-онлайн-мероприятие, мы сейчас над этим работаем по мере времени, чтобы подготовить. Есть идея, оказывается, у Ютуба есть функция, когда вы можете как в ТикТоке в формате видео подключаться. вот я сейчас веду стрим, кто-то хочет пообщаться, задать вопрос с видео, то есть, как бы вот так пообщаться как это, по видеосвязи. Вот я сделаю закрытый такой клуб, отдельная кнопка спонсорства, наверное, по ней же будет и бизнес-контент, и закрытый контент, и более такое вот общение, кто хочет, скажем так, не в общей массе. Вот это будет доступно, я думаю, что это будет прикольно. И у кого-то может быть более фундаментальный вопрос, и такой формат гораздо более подходящий. Денис, вы говорите, что в стране нет денег, но на ремонт парков есть, как такое может быть, Пилилова, потому что локальные бюджеты, я говорю про государственную, про центральную казну, про казну государства, а парки, это все делает местная власть. Для чего он это делает? Потому что мэром надо кушать. А любой мэр, это не реформатор в Украине, это бизнес. Денис, ранее вы очень негативно высказывались об Игоре Смешко, называя его агентом КГБ, но если у вас факты, или вы просто применили шаблонное, бездоказательное. А у меня к вам Леонид Федорченко вопрос. А где Игорь Смешко? 15 месяцев войны. Скажите, пожалуйста, где Игорь Смешко, чего он не выступает? А потом поговорим дальше. Кладу в банк гривни на три месяца, а занимают доллары. Ясно. Так, Денис, а закрытый контент тоже за 8 тысяч? Шутка. Каких 8 тысяч? Ничего не понял. Денис, почему вы не проводите стримы? А, вы про этих с Телеграма. Денис, почему вы не проводите стримы в ТикТоке? С ТикТока можно перетягивать. Я провожу стримы в ТикТоке. Про доллар будет падать, вспомните, Гетманцева, перед войной курс был 26,5. Не совсем вас понял. Денис, согласны ли вы со мной, что в Украине ресурсов для бизнеса полно, но условия ведения невозможны? Да, согласен. Не ресурсов для бизнеса полно, ресурсов как раз для бизнеса в Украине нету, финансирования нету, возможности есть. Еще думает о продесантисах. Мне он очень нравится. Грощи в Украине есть, я налог. Хорошо. У нас в Лепетихе оккупированы все крупные фермеры, стали пророссийскими. Как думаете, стоит карать таких после освобождения, если оно, дай бог, случится? Нет, не нужно таких карать. Коллаборационизм, это одно. А когда ты всю жизнь занимался своим делом, в частности с фермерами, это бизнес, ты вкладывал душу, деньги, ты рисковал, ты все делал, страна позволила оккупировать эти территории, государство, то есть это вина чиновников, у тебя выбор. Или тебя сейчас расстреляют и все заберут, все равно твое, или ты там, может быть, поисполняешь под россиянина, типа, вы говорите, сдались местным, оккупантам. Это очень разные ситуации. Если ты сдал позиции украинцев, это совсем другое. А мы говорим о том, что нужно там как-то подыграть. Точно так же, как людям, если вы видите, что или получать русский паспорт, или вас сейчас убьют, вас репрессируют, то, конечно, получать. А потом дальше получать и думать, как вернуться в Украину, например. Это если я говорю с точки зрения того, что для меня самая главная ценность это человеческая жизнь. Я понимаю, что Верещук очень легко рассказывает, что не получайте, пусть вас убивают. Нет, я в Телеграме не буду давать анонсы стримов на ТикТоке, потому что бессмысленно аудитория, которая мне нужна здесь еженедельно, ее в ТикТоке давать им информацию, чтобы уменьшить посещаемость здесь. Мне нужно оттуда перетащить сюда тех, кого еще здесь нет. Для этого я это делаю. Где Игорь Смешко? Это не доказательство. Вы просто ушли от ответа. Доказательство про Игоря Смешко запросите у правоохранительных органов свою точку зрения, свои взгляды и свои аргументы по Игорю Смешко я выложил в видео. Все. Я вообще не понимаю, что вы у меня смотрите. Игорь Смешко замечательный человек на секретном задании в Вашингтоне. 15 месяцев войны он молчит. Прекрасный человек. Точно проукраинский. В Украине после войны будет демографический кризис. Какая будет эмиграция? Все будет зависеть от того, что предложит государство. Я хочу сказать, что многие вернутся в Украину. Я это просто вижу по настроениям людей. отовсюду. Из Европы, из Канады. Я не знаю, что в Москве. Ну вот вы спрашиваете, партизаны или внутренний бунт? Никакого бунта внутри там быть нет и не может быть. И смысл гадать на хопейной гуще. Ну какой смысл в этом? У Киеве зараз весь крещат икусийные столами с військовыми, які збирают донаты на ЗСУ. На всех столах купа грамм от форма гильзы и патронів раздают. Як думаете, реальні волонтери чи мафія? Як завжди. Не хочу комментировать. Я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Так. Как в 2014-м нас не защитили, зато всех пихают на Донбасс. Уже 8 лет за Крым что-то молчат. Не совсем вас понял. Нет, бизнес-контент не то, чтобы откладываться. Я ж только что об этом рассказывал. Секунду назад. Когда плюс-минус будут бизнес-ролики, семинары, сколько они будут стоить? Это будет все стоить копейки. Чашка, две чашки кофе. Когда? Я говорю, ну да, тем работаю. Точный дат не дам, но скоро. Я предлагаю плату за обучение и спонсорство от бизнеса для школ, чтобы они гораздо меньше зависели от местных бюджетов. Плату за обучение и спонсорство для бизнеса. Спонсорство для бизнеса от школ это как? Как вы это видите? Вы придете к владельцу магазина проспонсирует школу? Ну, честно, мне кажется, что вы очень молодой еще. Не совсем понимаете, что вы говорите. Школы должны быть частными, это факт. Если у тебя маломышленная семья, тебе должно государство доплатить, чтобы ты мог там оплатить учебу. Тогда это будет конкурентно, качественно и все остальное. На каком этапе ЗМИ? На состоянии зародыша. В каком еще этапе? Корчинский говорил, что нужно, чтобы в семьях было по 18 детей, но у самого один из них Корчинский меня мало интересует. Денис, ты отримешь в Гринкарту? Нет. Может ли бизнесменом стать человек, у которого нет таланта к этому? Прекрасный вопрос. Нет, не может. Как не может быть скрипачом, то тут никого нет к этому таланта и футболиста. Друзья, поставьте лайки. Давайте 2500 по лайкам сделаем. Пригожин Кадыров многоходовочка. В начале стрима говорил, я к этому отношусь как к шоу. Часть информационной войны. Это лично я так отношусь. После войны люди будут уезжать, здесь уже до войны ничего не было делать. Смотрите, все так, но я еще раз говорю, когда люди уже разъехались по миру и увидели забюрократизированность Европы, в частности, и той же Канады, они поняли, что в Украине можно делать конфетку. Многие согласны вернуться. Кто-то бороться, кто-то может быть и на прежнюю жизнь согласен, кто-то продолжает считать, что он политикой не занимается и аполитичен. Разные люди есть. Есть откровенная необразованность, безумие полное. Тоже часть людей таких есть. В чем я, как понимаю ваш комментарий, что действительно может быть, что закончится война и люди эти вернутся. Тоже, это все эйфория, как и эмиграция. Сначала идет эйфория, это психологами доказано, можете почитать. Есть синдром эмигранта и все остальное. Так и потом обратно возвращаются люди домой, эйфория, что вроде дом, а потом так, я это все просто изучал, что я хочу с психологами поговорить, для того, чтобы они это объяснили квалифицированно. Бах, 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 оп, старая проблема, оп, старые нюансы, психанул раз, психанул два, психанул три, четыре, пять, а потом ты ждешь все. Ну, какой же власть даст сигнал? И если ты видишь, что власть продолжает дальше издеваться, то вот это самое страшное. Могут опять уехать в эмиграцию. Вы запомните, что я хочу, чтобы вы просто все правильно понимали. Один человек в Украине все решает. Это президент Украины. Если он хочет реформ, они будут. Если он не хочет реформ, их не будет. Все. Если он хочет мир, то он будет. Если он не хочет мира, тогда его не будет. Как и президент России. Путин хочет войны, а вот это война. Захочет мира, будет мир. Не решает все там кто-то, и люди ничего не решают. Президент. И не снизу идет инициатива, не сможет только поддавливать. Поддавливать. В частности, благодаря Ютубу, другим медийным платформам. Но всегда все от президента. Вы запомните. И рыба гнет с головы. Это чистая правда. И ничего другого не бывает. И мировой истории это доказано. Денис Себастинович появился в новом бутусовском ролике Цензора нет. Это плохой знак связываться с бутусом. Во-первых, ничего плохого в этом знаке нет. С чего вы взяли? Что это плохой знак? Это журналисты. Если бы мне завтра Цензорнет захотел взять интервью или комментарий, я бы с ними тоже поговорил. И с Гордоном бы, какой он ни был, поговорил. Мне нужен пиар и донести правильные идеи. Я же не пойду, Гордон мне скажет, только ты там скажешь, что Ермак хороший. Конечно, я не буду этого говорить. Вопрос того, что ты говоришь. Не так важно кому. Я даже Шарию, тролли его пишу, когда там, а он постоянно эти стримы день и ночь делает, меня тикток выбрасывает. Я, Толя, Толя, давай включи, включи меня в эфир, давай настоящую дискуссию. Хватит там, потому что на какие-то безумных женщин там включают, они ему про какие-то ватные идеи. Ну, что это? Так, я не планирую возвращаться в Украину неожиданно для себя. Я же сказал, по моим ощущениям 40-50% вернется. 40-50%. Если власть какой-то космические пообещают плюшки, то 60%. Да, Людмила Никитина, дякую вам. У меня много родных в США сейчас, и по разговорам они вряд ли вернутся. В США меньше всех вернется, это очевидно. С Европы больше всех, что Европа более социалистическая, забюрократизированная, и она элементарно географически ближе. Сейчас с Европы ты вроде можешь... Что с Польши ехать в Украину? Я вас прошу. Это можно решение менять три раза в году, извините. Если ты там зарабичанин, да? Ну, бизнесмен так не сможет, а зарабичанин там на нем запросто. Попробовать это, это, еще раз, два раза разочароваться, Америка это другое, тут по документам тяжело, тут уже надо конкретные решения принимать. Когда запустите СМИ, будете развивать его за допомогою платной рекламы, или будете органично экзотубом? Значит, СМИ будет по плану развиваться... Я бы вам более открытый с цифрами рассказал бы, когда будет закрытый клуб по интересам у нас. СМИ будет начинаться с Ютуба, потому что это для органики самая хорошая площадка и визуализированный контент, он лучше. Это, сейчас бороду трогаю, в экран на себя посмотрел, хочу вам прикол рассказать. Женщина какая-то, обезумевшая очередная, пишет мне, после, кажется, подкаста с Доротичем, пишет, я вот на вас смотрю, вы, типа, на лицо психические отклонения у вас, вы трогаете лицо, вы подпрыгиваете на стуле. Я, честно, минут 10 смеялся, потому что текст-то было такой вот, и сейчас себя ловлю на мысли, думаю, я и написал это, а ты просиди, пообщайся два часа, раз в неделю, в выходной день, с разными абсолютно людьми, с умными, не очень, с провокаторами, доказываем свою идею, ты просто посиди на стуле два часа ровно, чтобы позицию не поменять. Вот это вам про людей. Я же не могу сказать, что все украинцы такие, разные есть, так и с этой женщиной. И публичная деятельность, вот многие люди недооценят или не понимают, это не просто включил свет, микрофон, камеру, это гораздо более все сложнее. Никаких плюшек не будет, власть уже намекает на закручивание гайки и усиление налогов. Это сейчас потому, что война идет. А когда война закончится, 95-й квартал начнет писать новые сценарии. Нам уже обещали кинец эпохи бедности, весна прийде, посадки будут. Знаете, в чем проблема? Кинец эпохи бедности это слова. Слова. Весна прийде, посадки будут? Это слова. А у меня столько-то процентов налог с продаж, столько-то процентов налог на единый капитал, столько-то процентов налог на зарплату, столько-то процентов единая пошлина, отмена НДС, ликвидация НБУ и пошло и поехало. Саджаты будем суд присяжных, судья это избирательная позиция, которая избирается местными, на местах людьми, институт шерифа, вот что такое переход на англо-сасонское прецедентное право. Чувствуете разницу между конкретикой и пустомельством? Вот если вы верите в пустомельство, тогда пожинайте плоды. А я рассказываю, как это сделать, конкретно инструментами. И при ДВИС-насаджаты будем, это самое тупое, это даже перещеголяло ОПЗЖ, если честно. Это самый тупый лозунг, кровожадным быть, это вообще не то, что я вам могу пожелать. Если бы Украина жила полностью по тем законам, которые написаны, и все вынуждены были бы платить все налоги и пошлины, которые прописаны, экономика бы за одну ночь остановилась. Вот так, за одну ночь. Все бы остановилось и все бы закрылось. И никто бы не пошел работать чиновником, потому что невозможно на эту зарплату честно работать. И законы все написаны, чтобы гражданина подцепить на крючок или бизнесмена. Аналогии такие, чтобы платить их, это значит уйти в минус. Это просто, я вам говорю, со знанием дела. Кино из эпохи бедности это настоящая эпоха же бракования. Денис, добрый вечер. Смотрел ваше видео «10 шагов к возрождению Украины». Все понятно на момент перехода на латинский язык. Дичь, просто прокомментируйте более. Но если дичь, то нечего комментировать. Если для вас этот как бы дичь, то и комментировать нечего. «Працевал два с половиной роки у податковой в Киеве, такие жахко и все». Конечно. «Чи дозволят после войны одно стартове шлюбы и чи буде відсього якийсь вплив в село». Мы не знаю. Я шо, власть или что? Для меня это первоочередный вопрос. Что за вопрос на стриме? Дэн, по-братски, не меняй резко и часто расстояние от рта до микрофона. Я понимаю эмоции, но людям уже режет всем. Я подумаю, как микрофон настроить. Я просто так отклоняюсь, все время думаю, что у меня плохо слышно. «Чи дозволят после войны...» Так, это я прочитал этот очень умный вопрос. «Денис, как относитесь к борьбе за равноправие полу? В этом есть смысл, это просто информационно-политическая технология. Это вообще не то, о чем я хочу говорить. Никакого равноправия...» Ладно. «Равноправие полу». «Денис, расскажите, будь ласка про ПДВ, что это? Податок на додану вартис, а далее идите в угол. «Обговорили измену призывного звуку с 27 до 25, как думаете, литом будет 22?» Не знаю. Такие вещи, очевидно, означают, что большие потери на фронте, ничего больше, и что потери будут продолжаться высокие и расти. Не язык, а буквы, не понял. Где брать... Да, человек назвал латинницу латинским языком. Это уже как бы о многом говорится в постановке вопроса. Я с вами согласен, если вы об этом. Где брать гроши на реформи? Сколько на это все будет потребно? На выборы судей, на приклад, какая черговость реформ? На все одразу грошей не выстачит. Это нужно сделать колоссальные изменения основы державы. Вы только правы в одном, что это будут колоссальные изменения основы державы. А вот где брать гроши на реформи? Это типичное, самое ужасное, жесткое заблуждение, что на реформы нужны деньги. Реформы для того и проводятся, чтобы у вас появились деньги, а не у чиновников. Они для того и проводятся, и на них не надо деньги никакие на реформы. Какие нужны деньги, чтобы провести аудит сколько пенсионеров и сделать всем одинаковую пенсию? Какие для этого нужны деньги, вы скажите, пожалуйста? А есть деньги содержать такой госаппарат? Миллион чиновников, то, что Себастинович сказал. Миллион человек есть деньги содержать? Так давайте уволим 900 тысяч и появятся деньги на все. Они не думали об этом. Как будто бы они что-то производят полезное для вас или для меня. С Польши самолет 10-20 евро стоил, хоть каждую неделю можно на выходные летать. Ну вот видите. Так. хорошо. За латинский в чем его плюс? Да не латинский, а латиница. В чем его плюс и что он может дать просто в замене кириллице? Просто, чтобы человеку, если мы интегрируемся в западный цивилизованный мир, чтобы западному человеку, который привык к кириллице, было легко читать украинский язык, хотя бы для понимания, что там написано. Кириллица крайне сложная для восприятия европейцев и англосаксов, американцев. Понимаете об этой линии? Вот только для этого. И заодно, раз уж такая ситуация с Россией, чтобы как бы от русского языка еще и в этом смысле отойти. Мне нравится, не спросили, почему я считаю, что английский должен быть вторым государственным с украинским, но про латиницу это он. Военные говорят, что Украина сдана, вопрос времени. Не знаю, кто такое говорит. Ставим лайки, ставим спонсорами канала, 25 гривен на месяц это ничего, если хотите что-то поменять и жить как люди. Дякую вам. Не все это понимают. У нас в Раді одни юристи, которые живут не за законом, а вивчились, как оминать закон. Люблю вас слушать, у вас практичный подход до всех вещей. Дякую, Ольга. Почему футбол в Америке так плохо развит? Почему в Европе лучше? Ибра говорил, что там за месяц в детских академиях платят по 4 тысячи долларов. Да, это правда, но проблема не в этом. Есть исторические особенности. Футбол придумали в Британии, в Англии. Здесь баскетбол, бейсбол, американский футбол, чисто как бы такие исторические моменты. И американцы по своему менталитету предпочитают более динамичные вещи. Хоккей, баскетбол, где высокий счет, постоянно забивают, вот так вот все, летают. Футбол для них более... Но футбол здесь чего? Футбол здесь тоже полные стадионы. Глупости не хочу читать больше. Денис, что для вас будет с тією точкой, когда вы понимаете, что в Украине ничего не изменится? Я не хочу думать пессимистически. 80% останутся в Европе. Помощь дают некоторые страны, дают еду. Поддержаться можно. Татьяна Кравченко, вы же, надеюсь, не наивный человек. Эта помощь будет даже во время войны, если война затянется еще на года-полтора, через полгода уже этой помощи будет в два раза меньше, чем сейчас. А через год еще в два раза меньше, чем через полгода. Если вы думаете, что после войны кто-то будет вам давать социальную помощь в Европе, то вы очень сильно ошибаетесь. И те, кто там устроились с еждивенцами, они тоже вынуждены будут вернуться в Украину или пойти там на работу. Молдове сменили на латиницу и норм. Друзья, я все, что вам говорю, я это ответственно заявляю. И прекрасно знаю, с чем можно столкнуться. 99% страхов, во-первых, поверьте, что у каждого человека, особенно это относится к тревожным людям, 99% всего, что себе тревожный человек рисует в голове, с ним никогда не случится в реальной жизни. А по поводу реформ, вот эти все тревоги вам внушил Сеня Яценюк и Ижа с ним, что затягнутые поясы треба, а вот человек пишет, что надо деньги на реформы. Это такая глупость, что мне даже это комментировать неприятно. Спасибо новым спонсорам. Друзья, ставьте лайки, по крайней мере. Это уж точно ничего вам не стоит. На телеграмм обязательно подписывайтесь. Здесь, кто не подписан, подпишитесь. Это важно. Насколько возможна революция или цивильная война после этой войны, на вашу думку? Гражданская война очень вероятная, потому что тяжелая ситуация социальная. Есть, будет, и нелегального оружия куча, и есть политики, которые готовы открывать новые ящики Пандоры, чтобы лишь бы поссорить народ ради рейтинга. Это все страшно. Это все страшно. Что касается можливей революции, если вы про Третий Майдан, то я категорически противник этого. Потому что уровень, как бы вам сказать, опять-таки, понимания вещей населением закончится тем, что технология так сработает. Поставят сцену, поставят нужных лидеров, люди поведутся, и это будет просто очередной дележ власти, передел. Настоящая революция, она очень сильно кровавая, я не хочу этого. И гражданская война, это революция, которую вы написали, эти понятия очень рядом ходят. Обвинение, это просто, где факты по Шарию, особенно насчет российское влияние на него. Я очень внимательно еще ранее его эти моменты смотрел, потом я, понятное дело, прекратил, но что-то, он медийный очень, на глаза что-то попадалось, что-то постоянно знакомое сбрасывают. Чтобы вам не соврать, полностью я посмотрел роликов 10 Шария, на пике, знаете, когда это было? Это было, когда самолет сбили Боинг, Бук, вот эта вся история. И мне все понятно, мне все понятно. И почему сейчас он перекрасился, все это для меня понятно. Для вас непонятно, но это ваша проблема. Для меня это не проблема, это ваша проблема. Денис, вы еще планируете сделать формат как в новостях, чтобы время стрима выводить новость на экран и обсуждать? Я видео хотел показывать. Поверьте, все это будет, все это будет. Есть ряд технических моментов и времени. Мешки может быть громадянская война, по каким питаниям может быть подел украинского суспильства. Не хочу дрову подбрасывать в эту тему и пуссировать ее. Сейчас не время, сейчас людям нужно дать оптимизм, а не страхи им навязывать. Не хочу. Сейчас услышал Лукашенко, поменял свое направление в отношении в Москве, встал на защиту Украины, сделал такое заявление, это театр. Лукашенко это то же самое. Игра все. Никакое, никто отношение никуда не менял. Беларусь давно уже не самостоятельное государство, у них нет вообще экономики. Все рассказывают, какой батька великий хозяйственник и экономист. У Беларуси нет своей экономики, от слова совсем. Там 90% этих великих предприятий в кавычках, они все дотационные или полностью под Россию ориентированы. Почему для вас Зеленский плохой президент? Думаю, что это комментировать не надо. Почему для вас в последний час все говорят про договорняк по всей войне. Наверить пораненных хлопцев в рекарнице жесть. Так, ясно. Оптимизм дает то, что появляются такие люди, как вы, растущие комьюнити вокруг таких людей. Согласен, спасибо вам. Денис, когда вы о многих сложных проблемах очень просто и доходчиво говорите, это очень привлекает, но когда вы с такой легкостью позволяете себе вешать бездоказанные... Да что вы с этим смешко? Вас забанить, я не могу понять. Что вы с этим смешко? Ну нравится вам смешко? Идите и портрет себе повесьте дома и молитесь на него или, не знаю, другое что-то делайте. Денис, сколько сейчас спонсоров на канале? Я же говорю, тысяча десять, кажется. Как не надо комментировать, я вас, зрители, вы так говорите, вот интересно, почему? Это что вы спросили? Почему Зеленский плохой президент? Вы мой зритель, тогда вы должны видео посмотреть и там высказывать. Я же не могу вам сейчас сесть в прямом эфире и повторять то, что я говорю в видео. Вас интересует, почему плохой? После стрима или сейчас выключайтесь, если вам стрим неинтересен. Заходите в видео, раздел смотрите. Ну что, я пересказывать буду. Что делать мужикам в Украине, которые не служат, работу потерял не 23, не готов давать некие советы, я не власть. Ну не то, что не готов, их нет просто. Как, по-вашему, будет ли массовая мобилизация на улицах в Украине? По-моему, она уже идет. Доллар доцельно купляты завжды, а зараз особливо. Новым спонсорам спасибо. Добрый вечер. Стоит ли ликвидировать АТ Украинской залезницы и пустить частные железнодорожные компании по типу американских? Приватизировать, конечно, все должно быть частное. Денис, есть такие люди, кто смотрит вас и Швейца, и Швейц топит за смешком, вот те люди и пишут за него. Ну может. Я не знаю, как рыбыть опытывания. Это надо подключать эти системы. Ну, вести стрим не напрямую, а через программы специальные. Друзья, да не хочу я про Невзорова говорить. Он уже в жизни неоднократно менял свою позицию и активно поработал на режим Путина с начала всего этого. В Хмельницькому открыли поливание на человеков полиции и ТЦК. Ну да. По-моему, уже по всей Украине открыли. Нет, за Червинского ничего не слышно. Денис, знайомый из Днепра разваливала Украину до войны. Давно же в Европе. Это правда? А, знайомый из Днепра разваливала Украину до войны. Давно же в Европе. Вечерца правда, чьи Днепро с облыва места. Я не понял ваш вопрос. Получается, что у нас всех кинули, если все так идет, но сложить руки и сидеть, ждать не вариант. За критику власти сажают. Большинство стран об дурмане на телемарафону. Это ваш комментарий. У Незорова проблема, что он хочет казаться более умным, чем есть. Мне так показалось. Нет, так он реально умный человек. Только толку. Чи будуть акцизы приведени вашей программы реформ, чи потрібны взагалі акцизы дякуваю. А я ж сказал, пошлины. А, вы про акцизы? Акцизы – это отдельная тема, она глобально ни на что не повлияет. То, что сейчас будет, такой системы точно не будет, если вы об этом. Спасибо, Денис, за эфир здоровья. Чем смотрит вас компания украинца в Ирландии? Для ирландцев правда Зеп, прям как герой всего светлого. Спасибо, спасибо. Для ирландцев, имейте ввиду, не для наших Ирландий, а для самих ирландцев. Да, Зеленский сейчас герой во всем мире. Но это нельзя обвинять людей, американцев, что они так плохо понимают ситуацию. Нужно им объяснять, пытаться. И в вашем случае с ирландцами так. Денис, вы мне почти год дали совет ТикТоке на стриме поменять гривны на доллары. У меня получилось немного приумножить. В первое число я покупаю первую машину. Спасибо вам. Я рад за вас. Кого еще можно дергать в информационном пространстве, за вас писать? Может, Денина Соколова, она утверждает, что ни от кого не зависима. Денина Соколова работает на Порошенко. И того, что вы будете всем подряд писать, вы должны понимать, что есть большинство, я сам с ними не стану разговаривать. Есть группа активистов, там у меня в Телеграм я рекламировал их. Там ребята собираются, пишут где-то. Вот Гордон меня упомянул фамилию, это уже реклама. Вот чисто с этой точки зрения. Не будьте наивными и не пишите там непонятно кому, я только вас спрошу. Там Игорю Мастичуку про меня писали. Дайте ответ. Сокращение чиновников. Но ведь единицы стоят во главе и воруют. Остальные работают за копейки. Значит, они по-вашему не нужны. Люди за 5-9 тысяч работают в поле по-вашему. Во-первых, люди за 5-9 тысяч гривен стараются ущипнуть. Например, идут закупки каких-то бытовой химии, они ее подворовывают. Например, вот так работают все господприятия. Стараются ущипнуть. И за 9 тысяч гривен вы не можете работать. Это 200 долларов, 230. Вы делаете вид, что вы работаете. А вам платят 9 тысяч гривен, что не является зарплатой. Поэтому у вас просто глобальное заблуждение. Сама система порочная. Этот человек за 9 тысяч гривен, он, значит, не востребован в частном секторе, значит, надо делать так, чтобы он был востребован. В такси пойти работать, там 20 платят. И будет так лучше для него, он ничего не производит. В этом вся суть. Не нужны не те, а что вы говорите, единицы стоят во главе, воруют, не единицы воруют. Воруют на каждом этом самом. Просто в разных масштабах. Как выжить в Киеве время войны? Друзья, пожалуйста, я вас понимаю, не задавайте мне такие вопросы риторические и философские. Я не могу ответить на риторический вопрос, понимаете? Ну что я вам в ответ на это скажу? Идите ограбьте кого-то или что вам на это сказать? Или я это для вас сделал? Но я вас полностью понимаю, морально поддерживаю, как могу. Денис, какое ваше отношение к Косяку? Ну какое может быть у меня отношение к человеку, который все деньги заработал огромные на присутствии в государстве и получает дотации? Ну это, конечно, негативно. Миграционная политика в Украине, она есть в ваших реформах. Возьмете за образец жесткую политику Трампа. Есть слухи, что отток украинцев из страны будет замещать рабочие стилы из стран Азии и арабских. Значит, я сам, когда у меня был бизнес в Украине, я мечтал привести со Средней Азии сотрудников для себя, линейный персонал. Я вам так скажу. Потому что это уже давно больное место для бизнеса в Украине и отсутствие людей для линейного персонала. Поэтому то, что вы говорите, я не могу взять за образец жесткую политику Трампа. Знаете почему? Миграционную. Потому что Америка – это величайшая сверхдержава с ВВП 23 триллиона долларов. А Украина – это самая нищая страна Европы с ВВП до войны 200 миллиардов долларов. Калькулятор включите и количество ноликов посмотрите. Более 23 триллионов и 200 миллиардов. Разница вот эта вся. И я не буду делать рецепты. Вот вы еще раз подтвердили, что вы совсем ничего не понимаете. Ни меня, ни как это работает. Я не предлагаю в своих реформах то, что делают великие, богатые страны уже когда они богатые. Я предлагаю то, что делали эти страны, когда были бедными и нужно было стать великими и богатыми. Денис, еще один вопрос с айфона. Не могу стать спонсором вашего канала. Возможно, что-то не так нажимаю. Там в айфоне проблема, вам нужно с компьютера зайти. Там Apple не договорился с YouTube, там комиссия высокая. Я сам недавно об этом узнал. С компьютера. Так, вопросы про теории заговора и идиотские я просто пропускаю. Типа, отойдет ли Польша Венгрии, Западная Украина, Венгрия и Польша. Это все. Мои подписчики знают. Давние. Денис, есть российский блогер Андрей Ковалев, канал Ассенизатор. Балашов с ним говорил об экономике. Он расист, но в плане экономик он специалист или пиявка как косюк. А зачем вам расист Андрей Ковалев? Вот зачем он вам и зачем вы спонсор моего канала, причем где-то давний, по-моему, вообще этим озаботились? Для заблюда режима вот вам они зачем? Я о них вообще не хочу ни думать, ни видеть. Можно ли ходить в бассейн-тренажерный зал в один день? Конечно, можно. Лучше за тренажерку, а потом в бассейн сразу после нее. С макбука, до речи, відписку адекватно сплачивает дивно. Да, это именно с айфона. Нет, в этом году кордоны не відкриють. И до конца войны никто их не откроет, и полгода после войны тоже минимум. Новым спонсорам спасибо. Денис, сколько, по вашему мнению, нужно времени для восстановления экономики, повышения уровня жизни, если менять систему коррупционеров. Значит, смотрите, экономики не было такой, чтобы там нужно было ее 20 лет восстанавливать. 200 миллиардов долларов в ВВП – это ничего. После войны будут огромные инвестиции в страну, даже при отсутствии реформ все равно они добьются, им нужно распиливать деньги. Им Запад даст деньги, я имею в виду нашим хапугам, Запад даст деньги, они благополучно их разворуют половину, и ВВП это восстановит максимум за два года. Максимум. Даже если делать совсем все так, как они делали. Так, как вам идея с лизинг-стройтехникой и JCB? Не знаю, не могу ответить. Можно залучить аудиторию, упаковывая вошки для разумения либеральной принципы экономики в шось типу НЭП. Это точно больше людей. Я уже так просто рассказываю, что не знаю, куда проще, честно. А делать то, что делал Ленин, мне не сильно хочется. Я просто пытаюсь сложно объяснить бытовым языком, и просто все сложно, можно как бы на простое разделить и объяснить. Понимаете? Я пытаюсь этим заниматься. Если даже у Эйнштейна получалось у великих ученых объяснить сложнейшие вещи простыми бытовыми вещами, то значит, то, что нужно нам, это для реформы мы уж точно справимся объяснить. Ломаченко, Хэйни, будешь смотреть? Может быть, гляну. За Хэйни буду болеть. Как сохранить наличную гривну? Вот это вопрос. Знаете, не знаю, как дышать? Как вдохнуть кислород? Так мне надо ответить? Могу одно сказать. В доллар переведите ее, если у вас там запасы какие-то. Чего жаете, что треба давать измогу выезжать из-за кордона за якусь умовную сумму 7-14 дней, а расправленный механизм? Я считаю, что нужно просто открыть границы. Всем. И все. Как вам природа США? Великолепная здесь природа. Во Флориде, в частности. Денис, есть ли вы имели в виду способ вернуть в казну все награбленное за период независимости или часть? Как бы вы действовали? Как бы я действовал, я описал в своем пакете реформ. Это называется амнистия капиталов. Зайдите, посмотрите. Еще раз, друзья, всех попрошу подписаться на Телеграм. И здесь ссылка в закрепленном комментарии. Спонсорам канала кто хочет становитесь. 25 гривен это чашка кофе. Я думаю, даже в Украине сейчас. Мне сказали, что сильно подорожала жизнь в Киеве. Ну, вообще в Украине продукты и все остальное. Видите, буквально за 7 месяцев. Вот. Всем благодарен, как всегда. Два часа прошло. Вопросы были хорошие сегодня. Многие. Без теории заговора мы, видимо, никогда не обойдемся. Я всем благодарен. Следите за каналом. Спрашивают контент-план. Я вам могу сказать сейчас другое. Я принял решение протестировать такую тему, когда есть куча новостей. Вот смотришь, ленту читаешь, каждый день все равно какая-то новость, и ты знаешь, что она не попадет в видео, ни в стриме ее не надо обсуждать, или в стриме она займет там 5 секунд про нее поговорить. Я постараюсь сторисы, не сторисы эти, шортсы писать. Есть ли какая-то новость? Я прямо так вот без никакой подготовки взял, шортс записал и опубликовал. Посмотрим, как это зайдет. Да, но зато без геолероса. Это вы правильно заметили. То есть я хочу YouTube просто максимально использовать все возможные здесь эти моменты. Друзья, только всех попрошу, поставьте лайки, не выходите, поставьте лайки, пожалуйста. Это очень важно. Именно под видео, там, где можно лайк и дизлайк, поставьте лайк, пожалуйста. Ну, кому не понравилось дизлайк, поставьте уже, так-то, может быть, отреагируйте хоть как-то. Это важно для канала. Своих, скажем так, преданных зрителей, активистов, прошу смотреть все видео до конца, хотя бы дослушивать. Это тоже важно для метрик. Вот люди начали ставить лайки, большое спасибо. Все, друзья, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok